Сегодня у нас будет очень необычная такая лекция, как раз в день праздника очень даже благоприятная. Эта лекция будет по духовному звуку. Будем беседовать о том, как звук контролирует нашу жизнь, как он меняет нашу судьбу. В ведах описано, что шабда — это не просто звук, это духовный звук. Если говорить о просто звуке, то звук связан с пространством. Вообще веды объясняют, что звук — это такая сила, которая влияет на пространство и меняет его. У нас, допустим, в организме есть такие каналы, по которым идет психическая энергия, они называются нади. Эти каналы в древней культуре ведической менялись с помощью звука, их структуры. Допустим, если ребенок рождается, у него непроходимость пищевода или нарушение сердца, есть какие-то проблемы. Эти проблемы связаны с тем, что эти каналы нади в процессе формирования плода были нарушены. То есть в тонком теле они уже существовали нарушенными. И были такие ученые, брахманы, которые прямо в внутриутробном периоде, то есть ребенок внутриутробно, они диагностировали эти нарушения через мать, диагностировали это нарушение у плода, и с помощью мантр, таких вибраций, тонкоматериальных вибраций, они восстанавливали структуру этих нади-каналов или шротасов. Нади связаны с психической энергией, а шротасы связаны с телом. И таким образом восстанавливалась аномалия, то есть ребенок развивался нормально. И даже если ребенок был с аномалией, уже родился с ней, то все равно с помощью звука эти ученые, врачи могли восстановить тонкое пространство организма маленького ребенка, и грубые нарушения тоже от этого проходили. Сейчас таких врачей встретить крайне редко, то есть очень мало на Земле осталось таких ученых. И следует понять, что вот этот тонкоматериальный звук, который существует в пространстве, живет в пространстве, он не в состоянии приблизиться к душе. То есть мы души по природе, имеем духовную природу, и этот звук на душу не действует. Он может действовать только на тело, на грубое и тонкое тело. И в Апунишаде описано, что шабда или духовный звук является трансцендентным, то есть он никак не связан с материей. И он не зависит от материального пространства. И этот духовный звук, он очень быстро и легко проходит через пространство материального звука и доходит до духовного мира. И то есть там этот звук проникает, ну попадает в отношения, то есть через этот звук мы можем личное отношение с Богом установить. И тогда вопрос заключается в том, что уже является духовным звуком. То есть это очень важный и серьезный вопрос, который каждый человек должен изучить в своей жизни. Дело в том, что духовный звук не возникает просто потому, что мы какой-то тембр выбрали правильный. Понимаете? Потому что духовный звук мы сами создать не можем. Этот духовный звук создается потому, что на это есть милость Бога. И в Ведах описано, что если человек произносит имя Бога, то по милости Бога это имя, если оно произносится с глубочайшей верой, а хоть мы произносим его материальным ртом и издаем материальный звук своим произношением, тем не менее, если человек произносит имя Бога с верой, то это имя, оно обладает такой степенью шабды или духовной силы, какая степень веры и глубокого чувства к Богу у человека есть. Интересно знать, что даже если человек просто интересуется духовным звуком и произносит, допустим, имя Бога просто с каким-то небольшим чувством, с интересом, допустим, или с каким-то чувством небольшим, то это даже небольшое чувство начинает очищать человека от грехов, а значит, от тяжелой жизни просто потому, что он произносит имя Бога с каким-то небольшим чувством. Такой силой обладает духовный звук. Этот духовный звук называется брехати или обладающий самой большой способностью к расширению. И поэтому обыкновенным живым существам невозможно даже понять все технические подробности в этом предмете. Так говорится в Шимат Бхагаватам. И надо понять, что это самая сложная тема для понимания. То есть поэтому существует такой метод принятия, то есть мы просто, если мы хотим понять, что такое духовный звук, мы теоретически понять этого не сможем. Мы не сможем понять, почему простым ртом можно произносить то, что имеет чисто духовную природу. Понять это невозможно. Это можно просто принять для того, чтобы изучать практически. И в этом заключается метод. Веды объясняют, что метод работы с духовным звуком только на практическом плане осуществим. Ну, допустим, в обычных науках мы можем математические вещи все сначала рассчитать на бумаге, а потом применить на практике. Так это или нет? Так. Но если говорить о работе с духовным звуком, технические характеристики материальными способами мы рассчитать не можем. Потому что это самая неописуемо тонкая структура, которая только существует в этом мире. Ну, то есть никакие материальные предметы, материальные обозначения не смогут сравниться с этой структурой. Поэтому метод очень прост. Люди, которые хотят изучать эту тему, они просто, войдя в какую-то религиозную традицию, которую они выбрали сердцем, которое им понравилось, им приняли душой, они видят, что там все правильно, что там те принципы, которые мне нравятся. И человек в каждой духовной традиции есть имя Бога, святое имя Бога. И человек, когда в молитве произносит это имя Бога или просто чисто без всякой молитвы само имя Бога произносит с верой, учится с верой это произносить, он дальше наблюдает за своей жизнью, потому что речь идет именно об этом. Речь не идет о том, что он произносит имя Бога и думает, что это имя Бога там сделало. Некоторые люди стреляют куда-то и смотрят, куда попало. Понимаете, там выстрелил, попало в дерево. О, дырочка какая, хорошая пуля. Речь здесь не идет. Понимаете, когда человек стреляет святым именем из своего рта, пуля не летит наружу. Она летит и наружу, кстати, она воздействует на окружающих людей, но больше всего она летит внутрь. И что там она делает внутри? Она сжигает грехи. Вот что она делает. И теперь посмотрим, как бы, если взять грехи и посмотреть на них, как они существуют в нашей жизни, что они делают, то можно их разделить на три категории. Первая категория — грехи сидят глубоко внутри. Эта зона, в которой они находятся, называется мохабхага на санскрите. То есть это зона, где глубинная память в уме находится, и там сидят все наши поступки и желания. Они как узелки нашей судьбы. Их не видно. Человек в себе этого не знает. Он не понимает, что в будущем его ждет. Он не понимает, сколько у него там этих грехов. Он не видит это и не чувствует. Это первая категория грехов. Эта категория называется семенами грехов. Семя греха называется. Семя — это то, что не видно. В землю воткнул семя — ничего не видно. Следующая категория греха — это тот грех, который вошел в толщу воды ума, в наше настроение. Толща воды ума — это наше настроение. Мы как бы срез делаем. Есть ил ума — это глубинная память, там, где грехи живут. Потом толща воды — это подсознание. И дальше волны ума внешние — это наши мысли. То, что мы в себе осознаем, понимаем. Когда человек повторяет духовный звук, имя Бога, то во время этого повторения первое, что происходит — это грехи, которые связаны с волнами, то есть которые будоражат ум и делают человека беспокойным, они превращаются в штиль. То есть там еще все есть, там кипит, бурлит вода внутри, но снаружи — тихо. Нет волн снаружи. Бывает такое, что река течет очень быстро, так? Она бурлит, течет, но внешне она выглядит совершенно прямой. Нет никаких волн, никакого ветра, так? Она прямая. Но внутри течение сильное. Ты заходишь, чувствует, тебя сносит. Но река прямая, она течет, и это видно по движению, что она движется. Но волн нет. Значит, мыслей нет плохих, но есть внутри что-то щекочет там, но мысли уже спокойны. Ты как бы ни о ком плохо-плохо не думаешь, ты никому зла не желаешь, ты не принимаешь дурных решений. Почему? Потому что на уровне ума, деятельности, то есть здесь у нас в уме находится воля с правой стороны, здесь мысли. На уровне ума все спокойно. Это первый эффект. То есть сколько для этого эффекта нужно? Нужно просто немножко чувства к святому имени. Это чувство к святому имени, оно не возникает просто так, как возникает чувство, допустим, к человеку. Увидел человека и полюбил. Понимаете, чувство к святому имени возникает, когда ты видишь, как кто-то другой его любит. Потому что это совершенно тема неизвестная для нас, потому что духовный звук мы никогда не издавали. У нас нет никакого опыта, этот опыт находится вне человеческой жизни. И поэтому, чтобы человеку понять, как почувствовать святое имя, как почувствовать то, что связано с Богом, для этого надо посмотреть, как это издается другими. И посмотреть, может быть, не один раз, чтобы это проникло, послушать вернее. Посмотреть означает послушать. То есть, чтобы это проникло в сердце. Потому что духовный звук живет не в голове, он живет в сердце. Потому что душа в сердце находится. Бог, представитель Бога в нашем сердце тоже живет не в голове. То есть все находится в сердце. Поэтому сердце, оно молится. Не голос, не голова молится, а сердце молится. Поэтому человек не может своими силами сам освоить духовный звук. Сколько бы он сам не произносил, у него нет идеи, у него нет чувства, нет идеи, он не понимает, что это такое. Однако же, если он слушает, как это делает тот человек, который очень сильно с глубокой верой произносит, тогда это ему передается. Он появляется какой-то интерес, какой-то вкус. И когда этот интерес появляется, он начинает сам то же самое делать. Произносить то же самое начинает духовный звук. Что происходит тогда? Первый эффект такого произнесения немедленный. Успокаиваются мысли. Человек чувствует классно, ему нравится, ему стало хорошо. И поэтому люди приходят в храм. Что они там делают? Люди в храме в основном что делают? Приходят в храм. Допустим, человек особо не поклоняется Богу, не служит, но он приходит в храм. Зачем? Он приходит на службу. Что на службе делают? Поют. Там произносят имена Бога, произносят молитвы различные. И человек во время этих молитв, сразу раз ему хорошо стало. Он не думает, не понимает, что значит успокаиваются мысли, что значит успокаиваются воли. Технически он не воспринимает этот вопрос. Но он приходит в храм и чувствует, что мысли стали спокойными. Внутри еще что-то там колотится, но думать о чем-то плохом не хочется. Выходит из храма, что происходит? Мысли опять потихоньку заводятся, 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 пошли. И человек думает, что же мне в храме поселиться что ли? И потом он приходит, приходит часто и думает, как же так? Ну мне надо же, чтобы постоянно у меня мысли были спокойными. Я не люблю несчастным быть, я хочу быть счастливым. И он думает, надо храм с собой брать. И он что делает? Он записывает службу на диктофончик и в ухо вставляет и ходит с этим, балдеет. Когда человек слушает, допустим, Бонни М. Как там? Ну сколько он может слушать это? Ну недельки две-три послушал, месяц. Надоело. Там Бонни Ф начинает слушать. И Бонни там еще какой-нибудь С. Ну то есть ему что-то другое надо уже. Он не может одно и то же слушать, понимаете? Вот. Потому что материальный звук, он надоедает. Но если человек начинает слушать музыку духовную, которая в храме произносится с чувством, он с каждым слушанием погружается все сильнее и сильнее. С первого раза особенно непонятно. Но потом постепенно, глубже и глубже он не может оторваться. И он слушает постоянно. Ему даже днем некогда, ну то есть днем ему не хочется оторваться, ему хочется еще и слушать и ночью. То есть он не может спать даже без этого. Даже какое-то небольшое приближение к духовному звуку уже так действует. Насколько сильно, что человек не хочет оторваться. Допустим, мы не произносим святые имена Бога на этих лекциях, но мы говорим о нравственности. Нравственность – это предварительная ступень к духовному. И мне люди говорили, что пишут такие мне записки, «Спасибо вам, Олег Геннадьевич, мне очень помогли ваши лекции. У меня была бессонница, я теперь ночью их включаю и хорошо сплю. Спасибо вам большое, мне очень помогают ваши лекции». То есть он включает лекцию ночью и спит под ними. Он успокаивается, ему хорошо. Вот, то есть такой результат человек получил от лекции. Ему спокойно становится. И именно для этого люди используют. Сначала люди не хотят служить духовному звуку, они хотят как бы служить Богу. Они просто чувствуют, что это классно. И люди самые такие чистые, самые возвышенные люди, они приобщаются к духовной культуре. Вот смотрите, вас здесь половину, чем обычно. Почему? Потому что сегодня сразу несколько Пасх. И католическая, и православная, и еврейская уже закончилась чуть-чуть. То есть сразу несколько Пасх. И люди в храмах многие, многие дома думают о Боге и так далее. Ну то есть кто-то поехал на дачу думать о Боге. или выпить за Него. Ну так или иначе, люди отдыхают как могут. Но кто-то отдыхает духовно. Это важно знать, что как бы ценность очень большая быть в храме, когда очень там много людей, они сердечно настроены, очень думают о Боге. Это создает такое счастье очень глубокое, чистое. Это гораздо больше счастье, чем на популярного певца. Когда мы приходим, там все очень внешне. То есть он бегает, прыгает по сцене там. Зачем не знаю? Я женским голосом пою. Зачем не знаю? Ага. Ну что-нибудь в этом роде. И вы слушаете, нравится, красиво очень. Почему это все внешнее создает настроение хорошее, но не дальше. Но когда человек в храм приходит, он чувствует сначала что-то не то, какая-то подстава. Вроде бы пришел побалдеть, а как-то тяжело сначала ему становится. Что такое вообще? Что они такие все серьезные? А потом он раз таким же становится серьезным. И чувствует, пошло, пошло внутрь что-то разливаться. И потом раз и спокойно стало. Вот когда люди приходят на концерт, они делают себе внешнюю оболочку вот этого балдежа или на дискотеку. Но внутри все остается тем же. Человек уходит с этого концерта раз, внешняя оболочка спала, а внутри те же самые тараканы бегают. Ничего не изменилось. Но когда человек выходит из храма, эффект совсем другой. Он выходит из храма и он видит, что внешне все ушло, пение ушло, но внутри стало спокойно. Изменилась жизнь, психика изменилась, стало по-другому восприниматься мир. Почему? Потому что духовный звук имеет конкретное, четкое и сильное влияние на грехи. А грехи означает судьба. Как судьба действует? Допустим, у меня плохие мысли. Ничего плохого нет, кроме мыслей, допустим. Мысли плохие заставляют плохо говорить. Когда у человека плохие мысли, его голос грубый. Грубый голос означает что? Означает портится отношение с близкими людьми. И это реальное влияние судьбы. То есть есть плохие мысли, есть близкий человек. И если плохие мысли долго будут существовать, то близкого человека уже не будет. Почему? Потому что ему надоест такая жизнь. Вот в этом заключается влияние судьбы, то есть изменение судьбы за счет плохих мыслей. Когда человек ходит в храм, плохих мыслей нет. Близкий человек есть и будет дальше продолжать оставаться. Потому что ему тоже становится хорошо рядом с тобой, потому что ты успокаиваешься. Это очень сильный, важный эффект, который происходит просто от того, что человек слушает имя Бога от тех, кто это делает с сердцем. Просто слушает и все. Он ничего сам не молится. Просто слушает, включает дома, там в храме включает и просто слушает и все. Потом ему начинает нравиться такая жизнь. Как-то я видел одну передачу, там на улицу люди вышли и начали имя Бога петь. И спрашивали как бы тех, кто находится рядом. И один мужик пьяный стоял, качался, качался. И его спрашивают, что ты знаешь, понимаешь, что происходит? Он говорит, нет, я не понимаю, что происходит. Он говорит, а что стоишь? Он такой подумал, подумал. Говорит, я не понимаю, что происходит, но мне эта система нравится. Ему хорошо он стоит, он не понимает, что там происходит, что-то поют там. Ну система нравится, говорит Суман. Объяснил. Он пьяный еще был, так особо сложно было ориентироваться. Но мне очень понравилось высказание. Почему? Потому что оно касается всех вообще людей, которые приходят иногда в храм. Они особо там не понимают, что там поют, зачем. Но система им нравится. То есть они чувствуют хорошо, становится классно. И потом они эту музыку начинают слушать дома, прислушиваться к ней, глубоко действуют очень. Почему? Потому что меняется отношение в семье. При этом не надо навязывать другому, потому что здесь есть такой эффект. Понимаете, дело в том, что когда человек слушает духовную музыку, чистую, то в это время духам в голове делать нечего. А духи — это живые существа, которые паразитируют на плохом настроении. Они как паразитируют? Они ее поддерживают. Они заставляют нас так же думать плохо, как раньше. Допустим, они увеличивают в нас скорбь, вот эту поддерживают. То есть человек сам уже не хочет плохо думать, а как-то раз изнутри вылазит. Это влияние духов. И некоторые люди, они с духами как бы привыкли жить, и им тяжело с ними расставаться. И, допустим, если вы дома громко включаете святую музыку, то первый эффект такой возникает — эффект утраты. Ты с этим родным духом, который вызывал у тебя гнев, жил много лет подряд. И тут включают музыку духовную, и что-то теряешь, чувствуешь. И это вызывает ощущение насилия. И поэтому люди, когда, допустим, ты включил, там, допустим, Аллу Пугачеву включил. «Жизнь невозможна повернуть назад, и время ни на миг не остановишь». Там поет, допустим, Алла Пугачева. Ну, поет и поет. Какая мне разница, кто там поет у моей жены? Нет никаких проблем. Почему? Потому что с духами противоречия нет. Ничего не сгорает там, ничего не переменяется. Все классно. Однако, если, допустим, включить духовную музыку, то, ну, допустим, жена включает, муж прибегает сразу. «Выключи! Зачем ты это включила? Так ведь или нет?» Знаете почему? Потому что действует внутрь. Реально воздействует и меняет как бы психическое состояние. Поэтому, если вы хотите дома слушать духовную музыку, включайте так, чтобы никто, кроме вас, не слышал. Если она, духовная музыка, будет звучать хотя бы очень тихо дома, то атмосфера во всем доме будет меняться постепенно, близких будет колбасить, они с родными духами будут расставаться, но они не будут понимать, почему. Они будут ходить по квартире и говорить, что-то не то у нас в квартире, что-то не так. И потом они раз почувствуют, что так жить лучше, успокоиться. Если вы будете духовную музыку слушать, допустим, месяц, так, чтобы никто не слышал дома, может, в наушниках ходить, или очень тихо включать в вашей комнате, пусть даже кто-то слышит, но не сильно громко, поэтому не сильно понятно, что там такое звучит, никто не будет придавать значения. Но через месяц, если вы включите чуть-чуть громче, все уже будут привычными, потому что духи все у всех повылетали уже, и как бы атмосфера уже готова для того, чтобы духовная музыка постоянно дома звучала. Понимаете, этот эффект постепенного увеличения дозы, он очень всегда практичен. Его практикуют йоги для того, чтобы к яду привыкнуть. Они берут, знают дозу яда, которая вообще никак не действует на организм, пьют ее месяц, потом раз, чуть-чуть больше. И через пять лет они уже смертельную дозу спокойно пьют, нет как никаких проблем. Так вырабатывают, допустим, те, кто кобры ловит, они так вырабатывают себе иммунитет к яду. Они сначала чуть-чуть себе вводят яда, побольше, побольше, и потом кобра кусает ему хоть бы что, потому что организм уже иммунитет имеет, привык к этому яду. Он просто, температура чуть поднимается в теле у него, и все. Так вот, с духовным звуком то же самое. Если вы будете ненавязчиво действовать дома, то этот духовный звук очистит всю атмосферу в вашем доме и, кроме того, еще очистит атмосферу соседей. Я эти эксперименты проводил 20 лет назад в Тольятти, когда я жил. Я изучал эту тему серьезно. И я включал звук имени Бога в своей квартире. А в Тольятти строили дома таким образом, что когда ты громко говоришь, то соседи слышат все. Ну, то есть там стены очень тонкие строили. Ну, то есть поэтому люди говорят тихо в основном в квартирах. Когда они начинают орать, ругаться, то не в соседней квартире все слышно, само собой, а через квартиру. Вот так вот, в периметру все слышно. Так вот, я очень тихо включал духовную музыку, а соседи у меня ругались каждый день. И я подробно знал все про всех там, что у кого там, кто свинья, у кого лысина не там и все прочее. Я все знал подробно, причем это повторялось много раз. И я уже выучил, думаю, зачем мне так много подробностей знать этих всех о своих соседях. И я как бы включил духовную музыку и решил твердо стоять на своем. Через три дня они замолчали. И представляете, какие-то иногда там что-то какие-то были, но в целом как бы тишина. И я где-то месяц их держал в таком состоянии. И музыку они не слышали. Она звучала так, что не было слышно, то есть порог слышен. Ну то есть она звучала так, что их не раздражало, не было. И может чуть-чуть проникало, но очень тихо. И когда я выключил, через три дня опять началось то же самое. Меня очень потрясло это. Я понял, что это огромная сила, такая музыка. Ничего подобного с Бонни М, Аллой Пугачевой и другими звездами нашими земными. Ничего подобного не происходит. Это может происходить только тогда, когда люди с верой произносят имена Бога. Ну в разных молитвах. Поэтому мы должны изучать, что такое духовный звук и пытаться понять, зачем это все нужно. Существует такое произведение Брахма Сутра. Сутра означает речь, Брахма означает высшее живое существо, создатель Вселенной. И Брахма Сутра утверждает, Брахма высказывает, что Господь не имеет ни одного из недостатков, которые присущи людям. И больше того, мы практически ничего о нем не можем узнать. Единственный способ узнать о нем достигается исключительно с помощью духовного звука. То есть если мы начинаем слушать молитвы, то знание о Боге постепенно приходит в наше сознание с помощью вот этого метода. То есть без духовного звука контакт с Богом невозможен. Он не проявлен в этом мире, он скрыт здесь. Он специально дал нам возможность самим тут баловаться, делать все, что мы придумали, но чтобы мы поняли, что это все бессмысленно. То есть в этом учеба заключается. Поэтому, чтобы глубокие отношения с духовной силой, с духовным звуком установить, для этого надо слушать тех, кто может это произносить. В этом методика заключается. Здесь говорится, что чистая звуковая вибрация святого человека действует подобно лесному поджару, сжигающему грехи и нечистоты сначала в уме, потом в сердце того человека, который с верой это все слушает. И имя Бога подобно как бы диску, сжигающему дотла все темные покрытия сердца того человека, который слушает его. И эффект слушания такой сильный, что если человек просто слушает, это даже не зависит от того, насколько человек глубоко хочет слушать. Просто он, если просто слушает, этого уже достаточно, чтобы грехи в уме сгорали напрочь. Мы можем видеть, что если, допустим, мы слушаем молитвы, и они нам понравились, нам даже не надо сильно прислушиваться. Мы чувствуем, сразу это идет в сердце, и происходят вот эти все процессы очищения. Но следует знать, что эти процессы очищения могут проходить и гораздо глубже. Если человек включает голос духовного наставника и начинает вместе с ним повторять то же самое, те же самые молитвы вместе с ним он начинает повторять, и пытается повторять это в сердце, здесь внутри, то тогда этот звук духовный начинает очищать толщу воды ума от грехов. Что это в буквальном смысле значит? В буквальном смысле слова это значит, что в этой толще воды что грехи делают? Они влияют на наше здоровье, раз, и они влияют на наше окружение, два. Ну, допустим, вышел такой грех в подсознание, который должен выгнать вас с работы. Вы думаете, сам грех вас с работы выгонять будет? Вы думаете, он вас заставит с работы уйти? Так иногда тоже бывает. Он доходит до ума и говорит человеку, бросай эту работу, это не для тебя, тебе надоело здесь работать, ты устал, фу, противно. И человек думает, не до меня работа плохая, надо уходить. И он долбит-долбит грех человека, и тот думает, надо сматываться. Ушел с работы, другую не нашел, стал безработным. Потом думают, эх, блин, ошибся, надо было оставаться. Так ты не ошибся, это просто сила какая-то на тебя подействовала, которую ты не изучал, не знаешь. Так вот, оказывается, так бывает редко. В основном бывает по-другому. Из толщи подсознания этот грех действует на начальника, который начинает на тебя смотреть, думает, вот гад, зачем я его взял на работу. То есть реально от старших идет негатив, они чувствуют тебя, ты им не нравишься, начинают тебя подстрекать. Так же не выгонишь просто, надо какая-то причина, чтобы была. И начальник же не может сразу сказать, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать, как в басне Крылова. Ему нужна какая-то причина, и он пытается ее найти. А если подчиненный не знает, что такое смирение, что карма плохая только с помощью смирения отрабатывается, и правильного отношения к себе, чувство собственного достоинства и смирения вместе дают очень большую силу. То есть человек уважает себя, старший ему сказал, ты что плохо работаешь? И человек хоть уважает себя, но он посмотрел на старшего и сказал, вы знаете, я буду стараться лучше работать. Я хотя не совсем понимаю, в чем плохо, но я вас уважаю, ваше мнение, и обязательно буду стараться лучше работать. Он старший думает, вот ничего себе, серьезный человек. Потом смотрит, все равно что-то мне не нравится, надо его выгонять, еще что-нибудь придет, скажет. И тот опять смиренно ему парирует, и тот думает, ну ладно, посмотрим на него дальше. Ну то есть так отрабатывается, сжигается карма с помощью смирения. Но в основном люди не делают этого, то есть они видят старший злиться, и он начинает злиться. Понимаете, когда две собаки гавкают, очень трудно установить, какая первая начала гавкать. Если человек мимо проходит, думаю, то две дурные собаки гавкают. Поэтому, когда старший на тебя гавкает, ты на него гавкаешь. Карми все равно, кто первый начал гавкать, она просто пинает с работы того, кого легче выпинать. А кого выпинать с работы легче? Вас. Поэтому старший пинает вас под зад, и вы вылетаете с работы. Вот и все. Так действует карма. Однако, если человек по утрам сам повторяет молитву вместе с тем, кто ее знает, как правильно повторять, то он точно так же, как попугай повторяет какие-то слова, точно так же он начинает копировать в сердце звуки, духовный звук того, кто их знает, как повторять. И в результате этого копирования у него вот этот слой воды, который действует сам, без ведома нашего сознания, мы даже не знаем, почему начальник меня выгоняет. Это мы не понимаем даже, что это из меня пришло. Мы думаем, вот гад такой, я бы тебя прибила. То есть начальник ко мне. Я вообще ему ничего плохого не делал, только работал на него, он взял меня, выгнал. Оказывается, это из меня сила пришла. Мы этого не чувствуем, не знаем. Если бы мы знали, мы бы его не трогали, начальника, простили бы его. Но мы не знаем этого. Или муж взял, изменил жене, она думает, вот собака, я тебе устрою. Хотя на самом деле из тебя пришла эта сила, что его заставила изменить. Это так всегда, карма действует незаметно. Но когда человек повторяет имена Бога вместе со старшим, то вот этот вот слой грехов, который связан с толщей воды, начинает сгорать. Это не факт, что вы один день помолитесь, и муж вернётся назад. Не так всё просто. Но, однако же, это действенная сила. Допустим, если взять другие какие-то силы, взять аутогенную тренировку, гипноз, ещё что-то, они все могут повлиять только на ум. Но туда, в подсознании, ничто не забирается. Это очень такая область, до которой мало что может дойти. Какие? Никакие обычные способы не могут грехи из сердца выкорчевать. В сердце означает «жжёт», «жжжёт», «жжжёт». То есть, допустим, человек хочет изменить жене, у него желание очень сильное. Что может ему помочь? Мы знаем по опыту жизни, но ничего. Если, допустим, у человека блуд пошёл в сердце, вот хоть ты убей его, хоть что делай, но всё равно ему хочется, и всё. И он пока не изменит, он никак не успокоится. Так? Опыт же есть такой или нет? Если бес как бы в ребро зашёл, то всё, ну как бы хоть что делай, всё равно человек не может избавиться, ему хочется. Но если вы начинаете имя Бога повторять вместе с тем, кто знает, как правильно это делать, рядышком, то вы увидите, что из вашей судьбы сила, влияющего на мужа и заставляющий его кобелиться, эта сила стихает. Сначала он его прёт, куда-то его несёт, потом как бы он говорит, я хочу изменить, но что-то не так сильно, как раньше. Ну, то есть у него уже не так его несёт, то есть он как бы уже как-то адекватный немножко. Даже раскаивается в том, что ему так хотелось. И потом постепенно раз он забыл об этой идее. Такое бывает? Так действует молитва. Особенно это видно, когда ты находишься в рамках серьёзной опасности. Любая опасность, даже если ты хочешь, ты можешь сесть в тюрьму. Люди думают, это неразрешимо. По закону я должен сесть в тюрьму. Но по закону неизвестно, на сколько ты будешь в тюрьме сидеть. Может быть, тебе год сидеть, может быть, пять. И когда придёт приговор в исполнение, ты уже ничего не изменишь. А до приговора что делать? Что-то делать надо, люди не знают, что делать. Надо садиться, включать голос святого человека и начинать молиться. И делать надо это непрерывно. Постепенно в сердце того, кто должен сделать приговор, так как от этого от тебя идёт сила, ты нагрешил когда-то, ты кого-то прибил в прошлой жизни, что тебя в этой осуждают или в этой уже преступлении сделал. Поэтому на судью действует сила Бога. Он как бы должен наказать. Однако же, когда человек произносит святое имя Бога очень искренне вместе с искренним человеком, то вот это влияние на сердце того, кто должен совершить суд, постепенно успокаивается. То есть его психика становится мягче, мягче, мягче. И может вообще так случиться, что твоё дело отложат в сторону, а потом вообще забудут. И он будет лежать так и лежать. И ты вроде бы должен быть осуждён, но это всё откладывается. Или вообще амнистия наступает какая-то там. То есть как-то сел в тюрьму на месяц, и всё закончилось. Я вам говорю не то, что я придумал сейчас. Это для меня наука, я её изучаю. Я вам могу привести пример из жизни моего близкого человека. Сейчас я вам пишу полностью ситуацию, какая была. И вы увидите, что это работает именно так. У меня был один очень хороший помощник, который ездил со мной, читал лекции, помогал мне читать лекции в течение семи лет. Ну помогал мне, учился у меня. Вот сейчас он живёт в Днепропетровске. У него семья, жена, трое детей. Одного ребёнка он взял на воспитание, двоих родили. Вот. И он очень хороший человек, его все там любят. Там есть такой пионерский лагерь, который сделали духовным местом. И он там заведует всем. Люди приезжают там, молятся и так далее. Вот. Он этим занимается. Он ездил со мной много лет. И когда мы начали вместе с ним в Тольятти изучать ведическое знание, мы начали молиться с ним вместе, у него была одна проблема. Он постоянно возил меня на машине, и он не следил за дорогой. Один раз мы ехали в Самару, я остановился, мы вышли из машины. Я его остановил из машины, мы вышли. Я ему сказал, ты кого-нибудь прибьёшь, когда-нибудь задавишь, если ты будешь дальше водить. А ситуация была такая. Мы едем, я молюсь. И смотрю, он едет, и его глаза закрыты. То есть он спит за рулём. И скорость 100 км в час. Я думаю, если я сейчас его дёрну, он так вот сделает, и мы улетим куда-нибудь. Поэтому я просто начал молиться. Смотрю, он спит, спит, глаза открыл, дальше едет. Я говорю, останавливайся. Он остановился. Я говорю, ты знаешь, что ты спал? Он говорит, нет. Он даже не заметил. Я ему сказал такую вещь. Пожалуйста, больше никогда не води. Давай мы найдём другого водителя. И так далее. И всё. И он перестал водить. Но потом так получилось, что он на время ушёл от меня. Начал заниматься духовной практикой. Там в Тольятти тоже, но в другом месте. И там его заставили водить машину. И он начал водить машину. И там какая-то ситуация была. Девочка какая-то перебежала дорогу. Он не заметил. Семь лет, что ли, или шесть ей было. И он её сбил насмерть. То есть она попала под машину. И мгновенная смерть. Висок попал ей как-то. То есть она стукнулась виском. И сразу умерла. Тело оставила. Родители подали в суд. И он начал молиться очень серьёзно. И там так получилось, что родители принесли взяточку его, денежки. Этот судья взял. И всё дело отложили, замялось. Его никто не посадил. И он начал со мной. Опять вернулся ко мне после этого. Понял, что я ему сказал правду. Он вернулся ко мне. Мы начали ездить вместе. И пришло время этого судью, который брал взятки, отстранили от работы, подняли все дела. И молодой человек этот, который со мной ездил, ну так карма его догнала. Он должен был сделать загранпаспорт. Мы должны были вместе поехать в Индию на полгода, чтобы там учиться. Он приехал в Тольятти. Это была зима. Он надел шапку, надел куртку и пошёл в магазин за хлебом. И по дороге в магазин за хлебом. А он был в розыске, в условном розыске. Там его никто искать не собирался. Просто всех, кто должен был, кто дела эти подняли, всех в условный розыск. Ну, попадётся где-нибудь, значит, возьмём. И он оказался один к одному похожим на какого-то преступника, который сбежал из колонии строгого режима. Его искала милиция. По описанию шапки, куртки, всё было один к одному. И тут же он вышел из дома, и его милиционер увидел, раз, опа, товарищ идёт, иди в милицию его туда. Потом посмотрели, не тот. На всякий случай по компьютеру проверили, тот. И его даже не стали выпускать. Его прямо оставили там, в этом месте. И отвезли его сразу до суда в камеру, чтобы не убежал. И ему дали 4 года. Ну, там какого-то, по-моему, не очень строгого режима. Ну, то есть он сидел в тюрьме и работал там же. Ну, такой вот, я не знаю, что это за режим. Но так или иначе, вот так у него такая жизнь была. Он в тюрьме сразу же начал, ну, то есть он практиковал молитву, и в тюрьме не оставил это дело. Сначала на него смотрели, непонятно, как, дурачок, что ли. Несколько человек пыталось к нему как-то пристать, и они увидели, что он очень искренний человек. И как бы его начали очень уважать после этого. И еще узнали, что он случайно как бы сидит в тюрьме вообще, он ничего плохого не делал. И его начали уважать. Потом дальше, как бы люди, которые, ну, там, надзиратели, они тоже начали замечать, что необычная личность, что он постоянно молится, ни с кем не связывается, всем как-то помогает. В тюрьме начали с ним советоваться, подходить к нему. Хотя он был молодой человек тогда, ему было где-то 25 лет. Ему начали подходить, советоваться, спрашивать о жизни. Он начал людям рассказывать, давать советы. Надзиратель отметил его. И потом ему предложили что-то рассказать людям. Он, представьте, собрались там 400 человек тюремщиков, и он им рассказал о вреде алкоголизма. Это было очень революционно. Он очень мягко прочитал, наподобие моей лекции, потому что он постоянно в моих лекциях был. И как бы люди приняли, они как-то подумали, ну, больше мы в лекции его не будем читать, заставлять. Но его очень сильно зауважали после этого. И он продолжал молиться. И вот это потепление со стороны... Сначала оно было со стороны людей, которые сидели. Потом оно пошло со стороны надзирателей. Потом оно зашло до руководства тюрьмы. И это происходило всё в течение где-то трёх-четырёх месяцев. Нет, это всё происходило в течение двух месяцев. На третий месяц пришла просто амнистия обычная. И ему убавили срок на два года. То есть он уже с этого момента, через три месяца, должен был сидеть два года вместо четырёх. Вот, он продолжал молиться. И его перевели в менее строгий режим. То есть он работал и жил в какой-то такой вот месте, где не было... Ну, то есть они жили как в общежитии, что ли, и работали. Но они не имели права выходить за пределы какой-то территории. Могли в магазин сходить, что-то купить себе. Им давали какие-то денежки и так далее. Ну, то есть такой, менее строгий режим. Вот. И он продолжал молиться очень серьёзно. Через три месяца был праздник какой-то, и опять была амнистия. И ему убавили год с лишним. И получилось, что ему осталось сидеть всего восемь месяцев. Но через шесть месяцев как бы началось... Ну, там было плановое освобождение тех, кого пора освобождать. И так как он был уже в списках тех, кого надо освобождать, то его вместо восьми месяцев через шесть первым выпустили из тюрьмы. Освободили. То есть он отсидел всего шесть месяцев. И я шесть месяцев был в Индии. Когда я... У меня следующая программа, лекция была в Алма-Ате. Когда я летел в Алма-Ату из Индии, он летел из Тольяттинской тюрьмы ко мне в Алма-Ату. И я как бы побыл в Индии, он побыл в тюрьме. Потом, когда нам пора было опять читать лекции вместе, потому что у меня не было другого помощника, вот, он прилетел, а я не знал, кто мне будет помогать, он прилетел из тюрьмы уже ко мне дальше помогать не работать. То есть я учился в это время, он посидел, отработал карму, и мы дальше начали читать лекции вместе. Кроме молитвы, никакая сила не могла бы его избавить от этого. То есть никаких вариантов вместо четырёх лет просидеть полгода. Вы слышали такое хоть раз, нет? Чтобы так вот из тюрьмы четырёхлетнего срока за полгода и отстрелялся. Это очень редкий случай, как по блату, там, как за деньги большие. Но у него было никаких денег и никакого блата. Он просто отработал эту карму своей молитвой и всё. Вот такой эффект. Я в своей жизни несколько раз видел в своей судьбе, как действует сила молитвы. Несколько раз я это видел, очень чётко, и у меня нет никаких сомнений, что это работает именно так. Один раз я учился в это время ещё в институте. Я уже тогда практиковал. Но тогда у меня не было одной какой-то традиции. Я пробовал разные и практиковал молитву тоже. У меня родители поехали к родственникам на Урал на своей машине. И в какой-то момент вот я просто в течение среди дня я почувствовал, что мои родители сейчас должны в дребезги влепиться в кого-то и разбиться насмерть. Я немедленно, я там чем-то занимался, я немедленно просто встал и начал молиться, концентрируясь на своих родителях. Я молился в течение где-то 10 минут, потом смотрю — всё. Как бы никакой опасности нет. И я закончил молиться и пошёл дальше заниматься своими делами. Потом, когда родители приехали из отпуска, мать сказала, мы не хотели тебе говорить, но когда мы ехали туда, в ту сторону, вот в это время у нас произошло следующее. Со встречной полосы выехал КамАЗ и начал ехать прямо в нас. Мы свернули в обочину, и он сворачивает в обочину. То есть мы разъехались буквально вот настолько, ну буквально там чиркнуло, и машина практически не пострадала. Они слетели в обочину, там был овраг, и они полетели, и прямо на 4 колеса встали, и всё. Никаких повреждений. Потом они выехали просто из этого оврага и поехали дальше. Ни у машины повреждений, ни у них никаких повреждений. Просто чуть-чуть сзади задета была машина, и всё. Царапинка какая-то. Это произошло как раз в то время, когда я молился. Представляете? Ну то есть моё мнение такое, что эта молитва спасла им жизнь. То есть я так считаю, может быть, это совпадение, но так или иначе вот это сработало таким образом. Это один случай, который я могу точно зафиксировать в своей жизни. Следующий случай касался моих близких людей, когда они находились в опасности, в беде. Я тоже помолился, и всё как-то, я не хочу говорить конкретно, но всё образовалось, всё как бы нормально. И много-много ситуаций, когда молитва помогала мне в жизни очень сильно. Одна ситуация была такая. Я на четвёртом или пятом курсе увлёкся лечением. Я перестал ходить на лекции. И ректор института... Меня два раза пытались выгнать института. Один раз я вам расскажу, как это произошло. Ректор института решил, раз не ходят на лекции, надо выгонять. А я всё время в лечении был. И... нет, декан. Декан не ректора, а декан моей кафедры. И собрали совет. Уже назначено было в рейдень, и как бы там должны были они рассмотреть моё дело и проголосовать. И меня пригласили. И я очень интенсивно молился. И я пришёл... Когда я пришёл, где-то меньше, чуть меньше половины этих как бы членов комиссии уже пришли. Все остальные члены комиссии проходили и смотрели на меня. И один из членов комиссии был моим знакомым, потому что я тогда, ну как бы в комсомольской организации участвовал. И, ну как бы, он... Он был секретарём этой организации, а я, ну, на своём как бы потоке лечебном был, там тоже возглавлял. И он мой был хороший знакомый. И он там тоже голосовал. Он потом мне это сказал. А я посмотрел и понял. Все люди, которые прошли мимо меня, туда, в этот зал, когда я молился, проголосовали, чтобы я остался. А все, которые сидели уже там, проголосовали против. Получилось несколько голосов, разница, и меня оставили в институте в результате. Тоже вполне конкретный случай, который произошёл в моей жизни. То есть карма была пересилена с помощью молитвы вот таким образом, плохая. Вот. Недавно совсем я поехал в Святое Место и молился там шесть часов подряд. Я, по-моему, вам рассказывал уже. Вот. И в это время я открыл уникальную методику лечения. Просто так, между делом. Ну, таких тяжёлых заболеваний, злокачественных опухолей. Ну, то есть, поэтому у меня есть личный опыт, как это действует. У меня нет никаких сомнений, что вот то, что описано в ведах, это работает на сто процентов. Просто вы должны понять, что ваше понимание, как действует молитва на вашу судьбу и на вашу жизнь, придёт только из вашего личного опыта. Всё, что я вам сказал, это может быть для вас, знаете, так, чуть-чуть. Но если вы будете практиковать, а это нужна именно регулярная практика, здесь не работает однодневная какая-то работа, потому что, понимаете, проблема в том, что правильно и чисто произносить духовный звук может только тот человек, который в этом имеет большой опыт. Это даже не научиться играть в хоккей или в футбол, или на пианино играть. Это несравнимо ни с чем. Этот опыт, он расценивается годами. То есть, если человек несколько лет очень серьёзно, как бы каждый день, хотя бы по полчаса это практикует, то сразу же первый эффект — это успокоение ума. Второй эффект, более глубокий, через несколько лет — это отхождение тяжёлой судьбы. Ну, не тяжёлой, а такой средней тяжести судьбы. Допустим, возвращаются старые друзья, с которыми обижены были. Допустим, если какие-то трудности на работе небольшие есть, они сглаживаются. Ну, то есть, больше удачи в жизни становится. Вы встречаете хороших людей больше и так далее. То есть, меняется жизнь вот таким образом. Но если человек углубляется, то вот реально такие очень тяжёлые, как бы, камни судьбы могут быть изменены с помощью молитвы. Тяжёлые камни судьбы уже, реально тяжёлые. Одна моя родственница должна была погибнуть из-за психического заболевания. Она как бы пошла-вошла в плохое состояние и просто бросилась под машину. Вот. Но она не соображала ничего в это время. И так как я за неё молился, я как бы знал об этом, что у неё такое состояние. Её поймали прямо перед машиной. То есть, люди не дали ей погибнуть там. Они её схватили. То есть, откуда они взялись, эти люди, никто не знает. Ну, всё происходило на улице в доле секунды буквально. Поэтому не всё так просто. Ну, то есть, надо понять, что духовный звук может реально присутствовать в нашей жизни в разных ситуациях. Он может её менять, смягчать, может создавать всякие варианты, как решаются совершенно необычные проблемы. Много вещей я вам просто не могу сказать, что решалось в моей жизни и как, потому что, ну, не хочу. Это слишком такие сокровенные как бы моменты. Но так или иначе, это практично. То есть, много моментов судьбы решается с помощью молитвы. Много моментов судьбы. Я уже говорил о том, что у меня был выбор, где строить клинику в Москве или в Краснодаре. И с помощью молитвы этот выбор решился для меня. То есть, я это понял. И так далее. Поэтому это очень практично. Один бизнесмен серьёзный спросил меня в Ижевске. Ему сделали серьёзное предложение в Москве. Он меня спросил, ну, переезжать в Москву или нет. То есть, ну, как бы это крупный проект такой. Ему сделали серьёзное предложение. Я посмотрел на его судьбу, говорю, не надо переезжать, будет плохо. Этот человек, который вас приглашает, у него через три месяца должны быть какие-то трудности, и вы тоже попадёте под это. И он мне сказал, а мне казалось, что мне там нормально должно быть. Я ещё раз подумал, говорю, нет, у вас будут трудности. И после того, как я перестал с ним говорить, я ушёл, и у меня в сердце возник вопрос. А может быть, я ошибся? Ведь это очень важно для человека. То есть, он реально, решалась его судьба. И я взял, сел и начал молиться просто, пытаясь настроиться на этот человека. И я реально увидел картину, что у человека действительно, его начальника будут трудности. И потом эти трудности разрешаются, и всё начинает развиваться очень хорошо. Понимаете? То есть, молитва, она такие вот тонкие вещи даже даёт возможность разрешить такие тонкие вопросы, которые очень трудно прочувствовать самому. Поэтому это огромная сила. И люди должны учиться применять это в своей жизни. Самое важное, надо понять, что чем чище духовный звук, тем сильнее он действует. Потому что вот эта вся вот карма, которая выходит на поверхность озера, ну то есть в толщу воды, это на самом деле всего лишь очень маленькая часть нашей судьбы, которая ничего общего с тяжелейшими событиями жизни вообще не имеет. Это просто, если мы начинаем серьёзно, стабильно практиковать духовную жизнь, то есть по полчаса в день читается молитва, то вот то, что приходит сейчас, прямо сейчас в жизнь, это решается. Вот сегодня вы попрактиковали, сегодня жизнь будет легче. Завтра практиковали, завтрашний день будет легче. Потому что греховная энергия из глубины кармы в основном у человека выходит ночью. Когда он спит, у него это всё накапливается, а потом в течение дня реализуется. Когда человек с утра садится, начинает читать молитву, у него, вот насколько он искренне это делает, у него настолько очищается сегодняшний день. Поэтому молитва человека в основном защищает сегодня. Вот такая вот. Однако следует знать, что если человек начинает выполнять наставления своего наставника, начинает вести чистую жизнь, соблюдать посты там, ну то есть он ведёт уже, не просто читает молитву, а ещё находит себе силы, которые, кстати, тоже от молитвы идут. Когда человек читает молитву серьёзно, у него жизнь вообще по-другому начинает восприниматься, ему хочется, хочется как бы жить по-другому. Если он ещё начинает правильно жить, то тогда вот эта правильная жизнь вместе с искренней молитвой, она как похожа на плач ребёнка. Когда ребёнок остался один в лесу, он зовёт маму. Так человек должен звать Бога, повторяя Его имя. И когда молитва становится очень искренней, сильной, и плюс ещё соблюдение правил каких-то жизни, то тогда в этом случае она начинает, только в этом случае она начинает семена грехов уничтожать. И, допустим, у человека по судьбе положено в тюрьму сеть, он вообще не сядет. Или, допустим, ему по судьбе положено, что его прибьют, его не убивают. И так далее. Я вам несколько случаев расскажу, как молитва спасает от смерти. Эти случаи я лично знаю. Это не из истории какой-то, летописи. Это просто случаи, которые мне знакомы. Вот у меня есть духовный учитель, и один из его братьев-боги, то есть у них общий духовный учитель. С ним произошла такая история. Его духовный учитель сказал ему, он посмотрел как-то на него и сказал ему, «Слушай, ты должен очень много кушать. Это моё тебе одно из наставлений. Очень-очень много кушать. Ты должен стать толстым, как поросёнок». Необычное наставление. Но ученик был очень искренний. Он спросил, зачем? Тот сказал, это сохранит тебе жизнь. И всё. И тот начал кушать. Когда, говорит, произойдёт событие, которое ты поймёшь, ради чего это было, ты потом перестань это делать. И он начал много кушать. И он растолстел, как поросёнок. Стал реально очень толстым. И он занимался распространением духовной литературы. И он вошёл в один дом. Это было в Америке. И неожиданно сзади его схватил негр, такой криминального поведения, и перерезал ему ножом горло. И просто бросил его и пошёл. Ну то есть ему не понравилось, что тот распространит духовную литературу. У негров бывает. Вот он перерезал ему глотку и пошёл. Однако, так как он был толстым, то этот нож не коснулся ни одной вены. Он просто перерезал жир у него на шее. И всё. И тот просто как бы зашил эту рану и начал худеть. Потому что всё, карма была отработана. Это один случай. Другой случай. Семья, известная мне, девочка, маленькая девочка, 5 лет, очень участвовала в духовных мероприятиях, родители постоянно молились за себя, за неё. И эта девочка на глазах у отца попадает под машину, которая движется со скоростью 120 км в час. Просто летит. Девочку относит на 50 метров. Ну она отлетает на 50 метров от этой машины. Это реальное событие произошло. Падает на землю и теряет сознание. Приезжает скорая помощь. Все считают, что она уже погибла. Поднимают её, смотрят, пульс есть. Потом привозят в реанимацию, делают снимок. Ни одного повреждения. Когда девочка приходит в себя, она рассказывает. Когда машинка подъезжала ко мне, я произнесла имя Бога. И он появился передо мной, схватил меня и отнёс вот на это место. Это реальное событие. Вот так произошло. Ни одного повреждения. Уникальный такой случай. Один мой знакомый, он распространял духовную литературу. У него были две большие сумки. И к нему подошли люди, бандиты какие-то. И взяли у него сумки, выхватили и пошли. И он произнес имя Бога, крикнул имя Бога, которое связано с защитой. Он очень крикнул искренне в сердцах. И появились, откуда ни возьмись, два милиционера. Повязали этих людей, вернули сумки назад и пошли. Вот такое событие произошло. До другого моего знакомого так было. То есть таких событий может быть целой куча. Целой куча. Один человек служил в Афганистане. И он перед службой познакомился. Ему попалась духовная книга, духовная литература. Начал её изучать. И начал постоянно молиться. И он ехал на танке. И он молился постоянно. Он ехал на танке. И перед ним, прямо явно, он ехал на танке. Перед ним, перед танком, появилась женщина с косой. Белая. Я именно так тоже видел на тонком плане смерть. Так и есть на самом деле. Несколько раз я видел пациентов, которые должны были тело оставить, а они умирали. Вот. И эта женщина в уме прямо ему сказала, «Вылази из танка, сейчас его взорвут». И он всем крикнул, вылази им из танка, сейчас его взорвут. И прямо на ходу, там люк подземный был, он в этот люк прыгнул. Все остальные просто, как бы, показали ему пальцем. И так, когда до этого места, через там 10-15 метров, танк доехал, произошел взрыв, и все, кто там в танке были, были расстреляны, потом бандитами, этими, как бы, ну, афганцами, которые устроили засаду. Ни один человек не спасся. И потом они дальше еще увидели, что, ну, неполный состав, ну, что там должно быть, по-моему, 4 человека или 3, но осталось меньше на одного. Они видят неполный состав. И начали лазить еще по окрестности, чтобы еще одного найти. И они прямо мимо него прошли и не заметили. Он остался жив. Это реальная история, которую я тоже знаю. И так далее. То есть, так имя Бога спасает от смерти. И это стопроцентный факт. Если человек, допустим, болеет неизлечимой болезнью, или еще что-то, если ему суждено выжить, то только с помощью такого метода он может выжить. Нет другого способа. Потому что в наше время другие методы практики духовной, они очень слабы. Только вот практикование имени Бога является сильной методикой. У вас есть какие-то вопросы? По этой теме. Я так кратко вам все описал. Я могу, да? Понимаете, есть разные мантры. Мантра — это очень широкое слово. Я сейчас вам объясню. Мантра означает... Ман означает ум. Тра означает оружие. Это оружие для ума, для контроля ума. Поймите, что мантры бывают разные. Например, в ведических писаниях описаны мантры, которые могут контролировать движение туч на небе. И поэтому в ведической традиции с древних времен люди управляли дождем. То есть они могли собрать тучи, дождь шел, или наоборот разогнать их. Это тоже мантра. Или мантрами лечили людей, или зажигали огонь. До сих пор в Индии есть несколько жрецов, которые мантрами зажигают огонь. Мантрами могли лечить болезни. Я сам видел одного человека во Вриндаване в Индии, штат Утар-Прадеш, который с помощью мантры лечил вирусный гепатит. Это было 15 лет назад. Я видел своими глазами. Реально, он принимал по 100 человек в день, и люди несколько раз приходили, я три дня там был, и видел за три дня такую динамику, я никогда не видел в клинике. Человек желтый приходит, у него белый стул, там тёмная моча, и всё это проходит за три дня буквально. Понимаете? То есть эффект вот такой вот. Просто три раза человек приходил, тот мантры читал, ему павленим пером по затылку бил и отправлял его дальше. Всё. Кажется, для нас просто шизофрения, но это работает. Я видел своими глазами. Когда он читал мантры, я сидел, меня там так немножко подколачивало. То есть я реально чувствовал влияние на свою психику, на свой организм. этого звука, который он произносил. И он меня там кормил блинами. Ну там эти местные там не блины, ну похоже на блины, как это, хлеб такой, как блины в масле. Называется чапати там и так далее. Вот он меня всем этим кормил, хотя там вирусный гепатит. по 100 человек проходят день. Я говорю, я не буду есть. Он говорит, ешь. Здесь нет вирусов. Говорит, я тебе гарантирую. Я ел, короче, давился там три дня у него. Потому что, говорит, низкое гостеприимство. Если пришел, надо кушать. Вот он меня кормил, ничем я не заболел абсолютно. Все было классно. Вот. Это тоже мантры. Или, допустим, есть защитные мантры, какие-то. Человек читает и он защищает его от духов. Есть мантры, которые духов изгоняют. Есть много разных вариантов мантры. Но есть также мантры, которые связаны со спеванием святого имени. Вот эти мантры, они имеют духовную силу. И их не так много. Они всегда в Индии предавались секретно от учителя к ученику. А в наше время они все рассекретились, потому что идет эпоха деградации и как бы только единственное святое имя может людей спасти от деградации. Поэтому сейчас нет секретов. Все духовные мантры открыты, а материальные мантры никто не может толком произносить. Ну то есть они есть, их можно выучить, но толку никакого нет. Читаешь, ничего не загорается, ничего не разгоняется. Потому что у нас ум уже настолько слаб, мы не можем как бы это все делать. Только духовные мантры действуют, потому что они действуют за счет силы Бога, а не за счет нашей собственной силы. Еще какие вопросы? Звук колоколов имеет духовную силу. Это не имя Бога, но это имеет духовную силу. Духовную силу имеет все, что связано с Богом. Например, смотреть на храм очищает сознание, или звук колоколов, или допустим вы берете в храме освященную пищу, кушаете ее, она действует точно так же, как молитва. Сила та же самая. Если она с молитвой была освящена, то этот кусочек хлеба, он будет действовать точно так же там другой пищи. У нас, допустим, в моей духовной традиции вся пища освящается всегда. Я знаю, что монахи в монастырях во всех, которых я только знаю, всегда всю пищу едят, только освященную. Не важно, какая, всегда только освященную. Это очень сильно очищает сознание. Пищу тоже надо освящать. Это очень сильно работает. Какие еще вопросы? Дело в том, что менеджеры Вселенной — это не только ангелы-хранители. Во Вселенной есть полубоги и есть демоны. Демоны, они нам портят жизнь, а полубоги нам дают знания и защищают. Насколько они могут вмешаться в жизнь? Они управляют всеми процессами нашей жизни. Если какой-то полубог перестанет действовать как бы в нашем организме, то у нас откажет или прямая кишка, или печень. Вы задумывались об этом, что мы же не думаем о том, что происходит в печени, а она работает, и там происходят тончайшие процессы, которые ни один биохимический завод не сможет воспроизвести. Вы понимаете, это все происходит синхронно и очень отлаженно. Понимаете, о чем я говорю? Само по себе такого происходить не может. Наши ученые считают, что это все происходит автоматически. ничего в этом мире не происходит автоматически. Если вы машину оставите на ходу, она автоматически врежется в столб. Больше ничего автоматического вы не увидите в этом мире. В этом мире ничего нет автоматического, все является силой чьей-то. Даже солнечный свет ведоописывают. Это сила определенной личности, которая называют Сурия Нарайна, которая как бы отдает свою силу любви людям через этот солнечный свет. Поэтому высшие существа они везде участвуют во всех процессах полностью, даже дыхание наше. Мы же не думаем о том, что мы дышим, правильно? Да оно осуществляется, как мы говорим, автоматически. Нет ничего автоматического в этом мире. Все управляется высшими силами, вплоть до движения атомов и так далее. Нам просто трудно это себе представить, но это так. Атеисты считают, что это все автоматически происходит, но сами они автоматически ничего не могут сделать. Например, был такой ученый, замечательный, гениальный, опарин. Он пытался воссоздать жизнь на земле. И что он делал? Он понял, что жизнь состоит из белковых тел. Если бы он создал простейшую какую-то бактерию или вирус, тогда он бы доказал, что человечество возникло из бактерий. То есть эволюцию, процесс эволюции должен с чего-то начаться. И он объяснил, что это быстрое охлаждение и нагревание быстрого охлаждения и нагревания химических веществ в жидкой среде создает сначала белковые структуры, а потом создает жизнь. И он начал парить. А парень, видно, не зря была фамилия, он начал нагревать и охлаждать, нагревать и охлаждать. И за несколько лет нагревания и охлаждения у него появились какие-то простейшие белки. Потому что там были углеводы, то есть среда была создана, белки появились, жизни не было создано. Никакие бактерии, вирусы, ничего оттуда не возникли, никогда не возникнут. Почему? Потому что жизнь возникает всегда, когда в грубое тело приходит душа вместе с тонким телом. И для этого нужны условия. Например, в семени нет жизни, но если её посадить в землю и полить водой, сразу же вместе с водой в семя входит душа. Это описано в ведах, что есть несколько способов вхождения души в тело. С помощью семени в семя входит душа и в яйцеклетку матери. Первый способ. Второй способ. С помощью воды входит душа. Это второй способ. третий способ. входит с помощью пота или крови. Как комар пьёт, допустим, комариха, она откладывает яйца. То есть, если не будет крови, у неё не будет жизни. Она не сможет ничего создать. Понимаете? Есть разные способы, которые описаны в ведах. И это так. Семени нет. В простой семечке нет жизни. Но если её полить водой, семечка начинает прорастать. Без возды она прорастать не будет. Таким образом, надо понять, что в этом мире мы много чего не понимаем. Мы пользуемся всем этим, думаем, что это само собой возникло. Это полный бред. Высшие силы постоянно веды описывают, что существует 33 миллиона полубогов. Их такое количество 33 миллиона. Они управляют всей Вселенной полностью. Они управляют всеми процессами, которые происходят в Вселенной. Это очень могущественные живые существа. В ведах описаны их могущества. Я не хочу даже об этом говорить. Это для нас тёмный лес. Могу только одно сказать, в умственном пространстве. И демонически настроенные живые существа, они очень могущественны. И полубоги, они тоже очень могущественны. Все находятся в пространстве ума. И когда человек в умственное пространство лезет своей дурью, он начинает там медитировать, или начинает там что-то пытаться увидеть, или начинает пытаться услышать чей-то голос, который ему истину скажет, то голос обязательно находится. Ну какой-нибудь Дух приходит, начинает ему что-то диктовать, и он записывает Библию свою, ну или что-то лепит что-то еще, и постепенно сходит с ума от этого процесса. Почему? Потому что когда человек не понимая того, лезет в тонкий мир, который очень сложен для восприятия человека, только святые люди там легко ориентируются, потому что их сознание очищается, и они само собой видят этот мир. Вот, поэтому в православии есть такое понятие прелесть. Начал как бы пытаться что-то видеть, значит в психушку попадешь. Туда не надо лезть, надо стараться спокойнее относиться ко всему тонкому невидимому, которое происходит рядом с нами. Одна женщина мне написала, у меня в квартире, она в деревне жила, у меня в квартире завелся барабашка и постоянно все поджигает. Недавно штору поджег, потом диван, как мне к нему относиться? Я говорю, не обращайте внимания, если вы будете о нем думать, он еще больше будет все поджигать, потому что эти духи, они пользуются нашим вниманием, они привлекают его, потом засасывают человека, постоянно он думает об этом, и они за счет этого живут. Я говорю, не обращайте внимания, как будто ничего не было, все нормально, и постоянно молитесь. В этой связи есть еще одна история. Вот учитель, моего духовного учителя, о котором я уже вам говорил, он жил в Калькутте, и ему нужно место для проведения духовных программ. Он был небогатым человеком, и он узнал, что на окраине Калькутты пустует какой-то дом большой. Этот дом принадлежал английскому лорду, который покончил жизнь самоубийством. И в этот дом люди боялись заходить, потому что этот лорд, похоже, был сильно привязан к этому дому и остался там в виде духа. И этот святая личность, он говорит, ну, классное место для проведения духовных программ. Начал, пошел жить в этом доме. Сначала он поселился там, и ночью к нему пришел этот дух, начал его пугать, пытаться сделать так, чтобы он сам себя привязывал. то есть, реально, то есть, появился перед ним и очень сильно начал себя вести с ним. Он читал молитву, и тот ничего не мог с ним сделать. И потом, как бы, у них произошла беседа. Дух, как бы, пытался, пугал его, пугал, пугал, потом замучился, говорит, слушай, говорит, уматывай отсюда, я тебя не отстану. И тот ему сказал, а что, говорит, ты здесь торчишь? Тебе уже давно пора в другое тело, давай, я тебе помогу, я сейчас помолюсь за тебя, и ты, говорит, уйдёшь в другое тело. Тот говорит, а зачем мне другое тело? Он начал ему рассказывать, зачем другое тело, как надо правильно жить. Они пообщались, и тот ушёл. Дальше воплощаться, спасибо сказал. Ну, то есть, пошёл дальше по своей судьбе. То есть, его проклятие, это сила, что он в теле Духа жил, она снялась с него, и он пошёл дальше. А душа всегда живёт в тонком теле в материальном мире. Да. Не бывает, душа ни одна здесь не находится. Если душа остаётся одна, она в духовном теле остаётся, значит, она уходит в духовный мир. Понимаете, пока эгоизм у человека присутствует, вместе с эгоизмом, эгоизм держит вокруг души тонкое тело. И там, в тонком теле находится вся наша судьба материальная, все наши грехи и желания, поступки, которые мы должны отработать в следующих жизнях. Когда человек духовной практикой занимается, то тонкое тело сгорает. То есть, основа тонкого тела эгоизм сгорает, человек перестаёт хотеть жить для себя, и сгорают грехи также, которые в глубинной памяти содержатся. Но для того, чтобы это всё происходило, чтобы на уровне сгорания грехов человек должен молиться уже очень серьёзно. Это такой тип молитвы называется молиться с верой. А вера, она приходит из знания. Если человек не видит, как происходит, как действует молитва, как действует духовный звук в жизни, если он этого не видит, никогда не замечал, то он не знает, у него нет веры в это, понимаете? То есть, вера — это нечто уникальное в жизни. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня тёмной ночью спасает». И это факт. Понимаете? Вера — уникальная вещь. Но человек же не познакомился с подругой дорогой моей пять минут назад и верит в неё. Почему он в неё верит? Потому что у них были чистые отношения до того, как он пошёл на войну. Так? Они развились глубокие, чистые отношения. Подруга тоже верит в него, потому что она тёмной ночью не спит у кроватки, сидит и молится за него. А он верит в подругу свою. Он к Богу пока ещё не научился. Но даже подругу, когда он верит, всё равно она его от смерти спасает. Это в ведах описано. Если чистые отношения между мужчиной и женщиной и женщина верит, что муж не погибнет, то он не погибнет. То есть она защищает его от смерти. Такая сила у женщины есть. Поэтому что говорить о Боге тогда? Если человек Богу молится, то Бог его сильнее защищает. Но я не буду примеры из своей практики глупые приводить. Вы почитайте Житие Святых любой традиции и увидите примеры гораздо круче, чем то, что я вам сказал. Если хотите практиковать, практикуйте в отношениях со святыми людьми. В каждой духовной традиции есть очень великие святые, большие святые. Не мелочитесь. Допустим, в православии я знаю точно, что отношения с Святой Матроной работают на 100%. Я хоть не православный человек, я это проверял. Она помогает всем разным конфессиям. У меня выбора нет. Мне много раз помогало. У меня есть опыт. Пробуйте святых людей изображение и вперед. И молитесь. Просто даже нет, если звука, лучше со звуком. Если нет звука, хотя бы на изображение смотрите. Но кто-то начинает духовную практику заниматься, хотя бы чей-то звук, хотя бы чей-то звук, кто имеет веру. Пусть даже не совсем возвышенного святого, но хотя бы чей-то. Это очень сильно помогает. Очень сильно. Как правильно молиться за Него? Надо просто молиться, чтобы Бог о Нем позаботился. Не надо ничего выдумывать. То есть мы не знаем, что там с Ним должно происходить. Просто молитесь за Него и думайте о том, чтобы у Него все хорошо было. И все нормально. Потому что понимаете, Бог сам не может ему помочь, потому что на Него действует карма, судьба. И эта карма действует и заставляет его идти путем судьбы. Но если вы за Него молитесь, то вы меняете его судьбу своей доброй волей. Вы можете, сам человек может за себя не молиться, вы можете за него помолиться и поменять его судьбу точно так же, как свою. Но в этом случае ваше благочестие пойдет туда. Но оно заодно изменит и вас. Так это все хитро действует. Бог больше даже поющих тибетских чашах. Звук дельфинов, звук Ом. Если крутит как бы святой человек, то этот звук поющих тибетских чаш будет очищать сознание, потому что его ум настроен на Бога. Если крутит алкоголик, значит этот звук тибетских чаш будет копировать его настрой. То есть звук тибетских чаш это как проводник, который копирует настрой того, кто крутит чашу. Понимаете? Звук дельфинов это звук дельфинов. Они добрые живые существа, потому что они хорошо относятся к людям, они в благости находятся. Когда кто-то с добротой думает или что-то пищит, то это приносит пользу, лечит от болезней. Но ничего общего с духовным звуком это не имеет. Попытайтесь это понять. Звук Ом, который здесь написали, звук Ом это духовный звук. Он описан в ведах. Но это я не хочу говорить конкретно о каких-то молитвах, каких-то традициях, потому что это не входит в программу моих лекций. Это уже конфессиональные беседы становятся. Денежные долги долги. Я теперь буду отвечать на записки, которые мне остались, если вы не возражаете. Хорошо? Да? Ничего не делать. Одного наставника, которого я знаю, спросил ученик, говорит, я постоянно думаю о сексе, я хочу секс, секса с женщиной постоянно. Это даже никогда у меня не заканчивается. Постоянно я хочу секса. Что мне с ним делать с этими мыслями? Его духовный учитель посмотрел на него и говорит, а ничего не делать. Ты просто молись и пускай думает ум. Ты если будешь молиться, то ты никогда Бог не даст тебе этого всего. Будешь молиться, он тебе будет давать чего-то другого, а ум будет хотеть секса продолжать. А ты молись сам и живи с этим. Точно так же здесь работает точно так же. Ничего не надо с этим делать. А что вы сделаете? Понимаете, разум, когда слабый, он с умом ничего не может сделать. Ум что хочет, то и думает. И нет такой силы, которая бы могла нашу дурь из головы выбить, кроме молитвы. Продолжать человек молитвы. Я много лет молитв, я привык. Допустим, дурь какая-то возникает, я начинаю молиться, дурь лезет, я продолжаю молиться, потом дурь надоедает лезть, она успокаивается и всё. Но с ней ничего не сделаешь, надо просто нейтрализовывать её, понимаете, своей внутренней силой. Нет другого способа, ну что вы с ней сделаете? Если вы хотите понять, что такое дурь, которая перед собой самый вкусный продукт, которого вы любите и попробуйте не думать о нём. Я вам точно говорю, поэкспериментируйте, вы увидите, что это работа, поставьте и попробуйте не думать. Вы поставите и увидите, что вы будете думать по-любому о нём. Однако же, если вы начнёте молиться и включите звук святого человека, вы перестанете думать интенсивно об этом. Вы будете думать, ну ладно, может быть и поем, ничего страшного. Ну то есть ум успокаивается, когда ум чувствует счастье, ему сразу хорошо, ему по-барабану всё. Понимаете, ум как проститутка, ему нужно только счастье, и всё, откуда оно придёт, ему всё равно. Если ему секс нравится, он будет требовать секса, 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 но когда он почувствует счастье от молитвы, он подумает, ну ладно, мне и так хорошо с молитвой, без секса. Ну как проститутка, ему всё равно, откуда счастье придёт, главное, чтобы оно было, он требует. Допустим, человек от счастья получает, от молитвы, ему кушать не хочется. Допустим, некоторые люди, допустим, любят кушать, но они, допустим, соблюдают пост без воды и без еды. Человек, когда находится в праве молиться, он забывает про пищу полностью, как только молиться, перестал опять кушать, потому что ум без счастья не может, он требует. Понимаете идею? Как действует молитва, много есть способов проверить. Вот, допустим, вы не можете вставать рано утром с постели, хорошо, никаких проблем, просто включайте звук старшего на магнитофоне, молитву включайте и шёпотом повторяйте вместе с ним. До десяти раз повторите, вам захочется встать. Вот мой опыт так работает. Повторяю раз десять, пятнадцать, всё, сразу раз, всё, проснулся и встаёшь. И не надо даже париться там, вставай, проклятием заклемённый, давай, поднимайся, гад. Ничего не работает, ум как баран упрямый, он говорит, да я ты спать должен, ты не выспался, дурак, сколько можно вставать рано утром, этот очкарик ничего не изображает. Надо спать и высыпаться, и нормально жить, не мучай себя. Всё, что угодно, столько доводов. Просто повторяете молитву десять раз, и ум чувствует счастье, без сна, ему и так хорошо становится, он говорит, ну ладно, давай встаём тогда, только не быстро. Понимаете? Поработайте с умом, поработайте, попытайтесь понять, как это всё действует. Является ли мантра не буду отвечать ни на какие конкретные мантры. Поймите, как молитва, имеет ли она духовную силу. Я не могу отвечать на... Вы поймите, это ваше дело, изучайте разные молитвы, спрашивайте у наставников, и это лекции неконфессиональные. Я не буду вам конкретно отвечать про какие-то молитвы. Вы часто в лекциях говорите о том, что в жизни нужно выбрать правильную цель. а стать женщиной, которая излучает любовь всему окружающему. Это правильная цель? У вас есть духовную цель? Я уже сто раз говорил, что есть. Вот, стать женщиной, которая излучает любовь всему окружающему. Цель неправильная. Объясняю, почему. Вот я, например, мужчиной стал, который излучает любовь всему окружающему. Вы чувствуете? Я излучаю любовь. Сижу, излучаю, излучаю. Если я сейчас поизлучаю еще пять минут, вы все смоетесь с этой лекцией. Почему? Потому что вам тошно станет на это смотреть. Знаете, почему? Потому что ложное эго это очень хитрая штука. Она, вы чувствуете, противно стало, нет? Я сейчас сказал это. Не чувствуете разве? Чувствуете? Мне тоже противно от этих слов стало. Знаете, почему? Потому что ложное эго это хитрая штука. Эгоизм, когда человек как бы говорит, я хочу стать женщиной, которая излучает свет. Проблема заключается в том, что свет не принадлежит женщине, которую она излучает. Этот свет принадлежит Богу. И поэтому человек не может захотеть стать излучающим свет. Это дается по милости, понимаете? Человек может излучать свет, если он сам об этом вообще не думает. Он думает только о служении людям, и это мысли излучают свет. Но если человек начинает думать о том, что я женщина, излучающая свет, я женщина, излучающая свет, то ты будешь женщиной, излучающей дерьмо. Почему? Потому что эти техники мне известны. Я эти все пробовал. Я в 10-м классе был большим светлым солнцем. Не волнуйтесь, я все попробовал. Я начинал с аутогенной тренировки. солнцем повторял час в день. И у меня эгоизм стал таким большим, что меня никто задеть не мог. Кто-нибудь мимо проходит, солнцу сразу плохо становится большому светлому. Почему? Потому что какой-то козел помешал большому светлому солнцу стоять здесь. Понимаете, когда человек на себя концентрирует, чем больше он себе думает, тем больше он портит свою жизнь. Например, закончилась эта лекция. я буду думать, блин, какая хорошая лекция была. Мне так людям понравилась лекция. Если я так буду думать, немедленно гордыня войдет в мое сердце и разрушит всю мою судьбу. Поэтому мне наоборот после лекции надо думать, Господи, как хорошо, что люди на лекцию пришли. Я так им благодарен вообще. Они мне столько счастья и радости принесли. Понимаете, есть разные подходы к жизни. На самом деле вы больше приносите мне знаний, чем я могу даже представить, чтобы принести вам. Потому что я недавно в Ведах прочитал, что если человек говорит о каких-то важных вещах, и если кто-то слушает, то тот, кто говорит, осознает эти вещи в несколько раз больше тех, кто слушает. Те, кто слушают, они осознают, но они сильно начнут осознавать, только когда будут это практиковать. Они сильнее осознают. А еще сильнее они осознают, когда об этом кому-то сами начнут говорить. Понимаете? Точно так же я узнал, оказывается, для того, чтобы врач научился хорошо лечить, он для этого должен получить милость от пациентов. И вот именно так это в моей жизни всегда работало. какой-то пациент фанатично настроенный требовал от меня вылечить его. Я вижу, что я не лечу такую болезнь, он говорит, давай пробовать. Я разок одну болезнь, по-моему, с астмой пришла одна женщина, я пробовал лечить целый год. И она ходила и ходила. Я научился ее вылечить в конце концов. Я бы сам ни за что, через месяц я уже понял, я ее не вылечу. Она говорит, продолжаем, продолжаем. И она так лечилась. У нас не был договорен, что я за лечение дополнительных денег не беру, просто мы вот лечим, я трачу силы, чтобы вылечить ее, она терпит. И мы сражались. Я уже думаю, Господи, когда бы она ушла уже, все, сколько можно, целый год. Не она вылечилась? Я научился лечить астму, понимаете, по ее милости. Так действует. Поэтому неизвестно, кто лучше, кто хуже. Я большое светлое солнце, я излучающая женщина. Для кого ты излучающая? Если пустыни никого не будет, кого ты будешь излучать, женщина? Чтобы кому-то излучать, надо, чтобы кто-то пришел посмотреть на тебя, излучающую женщину. Это значит, Бог вдохновил этого человека прийти к тебе. Значит, кто хороший, ты или Бог? Если ты излучающая женщина, что ты излучаешь? Чьи лучи ты излучаешь? Своих лучей у нас нет. Мы потребители здесь. Если Бог даст милость, мы будем лампочками. Если нет, не будем. Поэтому человек должен быть очень смиренным. Ставить целью, что я излучающая женщина, ни в коем случае нельзя. Надо ставить целью, что я очень смиренная, грешная женщина. Такую цель в своей жизни можно ставить. Если человек молится и постоянно думает, «Господь, дай мне знание о том, какой я грешный». Вот это настоящая цель. Потому что человек, когда он молится, молится, в какой-то момент жизни он осознает и начинает видеть все свои грехи. И он «Господи, спасибо тебе, теперь я знаю, что я за свинья». А это значит, что он никогда подлости не совершит, никогда не будет гордым, никогда плохо о людях не подумает, потому что он будет видеть, что он в тысячу раз хуже сам. Потому что у людей вылазит только какой-то грех наружу, а ты видишь все свои. Почему святые такие смиренные, почему они всех обожествляют, почему они ко всем хорошо относятся, потому что у всех людей один грех вылазит или два какой-то наружу и портит ему жизнь, а святой видит все свои грехи, которые у него на много жизней вперед накоплены. Понимаете? И он считает себя ниже травинки, то есть он очень реально смиренный, потому что он видит это все, а мы нет. В этом заключается разница. Поэтому человек должен целью ставить своей научиться смирению и не считать себя слишком большим и излучающим. И надо наоборот ставить целью увидеть того, кто излучает на самом деле. Если ты увидишь у тебя все иллюзии по поводу твоего собственного излучения, все эти иллюзии будут уничтожены. Простите меня, за резкость. Я люблю излучающую женщину. Я не знаю, кто написал, но чувствую, что она правда излучающая женщина. Я просто хотел объяснить, откуда лучи идут на самом деле. Какие молитвы надо читать? Где их взять? Какие вы читаете? Не скажу. Я луна. узнает, как их читать. Всё это есть в Писаниях, всё доступно, легко. В каждой традиции свои правила духовные. Но находит человек, молитву нравится, там есть наставник, он ему рассказывает, как читать молитву подробно. И тот следует этому потом. Всё очень просто. Как читать молитву, где взять. Вот я вам приготовил пищу. Вы хотите, чтобы я вам положил в рот, разжевал за вас? Если я положу в рот себе пищу, начну её жевать, я потом незаметно проглочу, понимаете? Поэтому я не буду этим заниматься. Глотайте сами. Зачем? Ну всё, теперь записки, которые вот здесь остались. У меня постоянно возникают конфликты с лидерами. Не понимаю, какие космические законы я нарушаю. Никакие, вы просто конфликтуете с лидерами, и всё. Это означает, что вы гордый человек. Независимый. Какие космические законы? Закон смирения, послушания перед старшими. Это всё очень просто, понимаете? Всё реализуется через Знания. Надо просто понять, кто такие лидеры. Понимаете? Вот, допустим, если бы вы видели судьбу, вы бы увидели, что приходит человек с чемоданом вашей судьбы. У всех других нет этого чемодана, а у этого человека есть. И в этом чемодане есть все ваши зарплаты на несколько лет вперёд. Есть также все ваши унижения на несколько лет вперёд. Есть ваша работа, где вам надо вкалывать. И там тоже есть запреты уходить с работы. В этом чемодане, с которым он приходит. Кто ему дал этот чемодан? Думаете, это его чемодан? Нет, этот чемодан дал ему Бог. И высшие силы говорят тебе, подчиняйся этому человеку, через него придёт твоя карма. И хорошая, и плохая. А ему говорят, наказывай и защищай этого человека. Давай ему зарплату. Всё. Таковы отношения. Если бы вы видели этот чемодан, и всё это вы видели, вы бы уважали этого человека. Ко мне Бог не пришёл, чтобы так людей обеспечивать деньгами и всем прочим. А пришёл к нему. Это он моя судьба, а не я его судьба. Потому что чемоданы из этого могут кому-то другому всё дать, не обязательно мне. Если ты начинаешь думать, и я такой хороший подчинённый. Ну, хорошего пинка под зад, и следующий подчинённый хороший. Какие проблемы? Начальника есть и такая санкция тоже, выгонять гордых подчинённых. Потому что у каждого человека есть кармическая задача. В чём кармическая задача подчинённого? Знаете в чём? У него две кармические задачи. Научиться с любовью трудиться бескорыстно и научиться уважать старших. Всего две задачи. Если одна из задач не выполнена, он с любовью трудится, не уважает старших. Вылетает, как пробка с работы. Второй вариант. Он уважает старших, но трудится без любви. Опять вылетает, как пробка. Всё. Две задачи всего надо выполнить. Если вы это осознаёте, какой бы начальник ни был, какая разница, вам надо ему подчиняться, потому что Бог захотел, чтобы вы такому подчинялись. Какие варианты есть вообще? Нет никаких вариантов. Особенно сейчас, когда в Риге безработица. Вариантов нет. Есть начальник, вот и подчиняйтесь. Вырабатывайте смирение и трудолюбие. Сколько зарплаты Бог даст, сколько даст, только ваша. Потому что если человек принимает ту зарплату, какую ему дал, Бог потом его любит и начинает увеличивать зарплату. Но надо сначала принять. Господи, я уже принял зарплату, которую ты мне дал. Дай, пожалуйста, чуть-чуть побольше. И всё так просто. Как звук действует на глухого человека? Точно так же, как и на неглухого. Духовный звук с ушами никак не связан. Если человек произносит духовный звук своим ртом, то всё равно он действует ему на сердце. Даже если он его сам не слышит. Главное, чтобы ему было произносить. То есть он как может, так произносит. Можно его писать. Есть такой способ произнесения в уме. То есть человек просто... Некоторые люди, знаете, как молятся глухонемые? Они просто пишут, пишут, пишут звук. А произносят его в уме просто так, как пишут. И всё. И у них очищается сердце точно так же. Потому что духовный звук, он не зависит от голоса нашего. Он сердцем произносится на самом деле. И святые люди, очень святые люди могут без всякого звука произносить духовный звук. Без всякого звука могут произносить. Просто в уме всё звучит с огромной силой. Насколько финансово независимой должна быть девушка до замужества и будучи женой? Сколько сил надо уделять работе и карьере? Сколько сил надо уделять на работе и карьере? Хороший вопрос. Смотрите. Чем больше женщина до замужества уделяет сил и времени работе, тем меньше у ней остаётся возможности выйти нормально замуж. Почему? Потому что силы не могут в два направления сразу идти. Если она очень сильно хочет быть финансово независимой, значит, она будет финансово независимой. Причём надолго. Понимаете, если она хочет быть зависимой, а именно в этом замужество заключается, вы же не над муж идёте, а замуж. Поймите как бы разницу между этими двумя вещами. Если вы хотите быть крутой кёткой, хорошо. Если вам положено по судьбе мужа, значит, придёт метр с кепкой. Почему? Потому что крутых тёток никто нормальный мужик замуж брать не будет. Им нужна смиренная женщина, которая будет дома следить за всеми, рожать детей. Ведь надо смирение иметь, чтобы детей рожать, понимаете? Для этого не зарплату надо большую иметь, а смирение. Это разные вещи. Мужчина, если он видит несмиренную женщину, потенция развивает сразу же, за одну секунду, вот так вот. Я вам точно говорю, сто процентов. Отшибает сразу весь энтузиазм. Рожать детей с ней, зачинать. Сразу же. Хоть немножко смирения надо иметь, понимаете? Хоть немножко. А чем больше женщина финансово растёт, тем меньше у неё смирения становится. Тем меньше она имеет женские качества, тоже уменьшаются. Поэтому, если вы не замужем, допустим, родители вас не содержат, ну, зарабатывайте чуть-чуть, развивайтесь по чуть-чуть, и как можно больше сил в женские качества вкладывайте. Доброта, смирение, простота, заботливость о других людях, покладистость, скромность и так далее. То есть женские качества развивайте в себе. Всё будет классно у вас. Чем больше женских качеств, тем с более большим кошельком муж придёт. Такая пропорция. Чем больше вы делаете кошелек у себя в кармане, тем меньше будет кошелька у мужа. Если совсем большой сделаете, вообще безработный придёт в вашу жизнь. Будет сидеть и смотреть на вас. Под юбку вам дышать. Сидеть. И вы будете его содержать. И он секса ещё будет хотеть от вас иногда. Будем, вот гад попался. Я такая крутая, работаю за него. А он, так Бог дал такого. Нечего было работать, надо было женские качества развивать. Чем больше женщина в мужских качествах развивает, тем меньше будет в мужских качеств иметь её муж. Потому что не бывает так, что в семье было больше мужских качеств, тем положено. Если взять мужские качества, сделать круг, женщина забирает чуть больше материального, она становится сильной материальной. Это значит, что муж ей достанется слабой материально. Если она слаба материально, но по-женски сильна, муж будет сильным материально. Понимаете? Сколько мне надо работать до замужества и развивать в себе профессиональные качества? Думай, выбирай. Сколько? Я вам примерно сказал, сколько. А там уже вы сами сориентируетесь. Если одни шипзики попадаются, значит, надо поменьше этим заниматься и больше женские качества все развивать. Понимаете или нет? В чём я говорю? Женщины. Мужчины не слушают меня. Я для женщин сейчас говорю. Когда вы шли замуж, сколько работать надо? Чем больше вы будете вкладывать сил в работу, тем меньше муж будет вкладывать сил в работу. Потому что у мужчины психика работает только на экстренные ситуации. Понимаете? Мужчина — это личность, которая всегда живёт в боевом режиме. Если всё хорошо в семье, деньги хватает, значит, мужчина лежит на диване. У него пропадает всякий интерес, как-то работа. Почему? Потому что и так всё классно, жена зарабатывает, чё париться. Это подсознательно так работает. Когда денег совсем нет в семье, муж встаёт с дивана и идёт на войну. То есть, ну да, с динамо, там, с телевизора. Вот. Правильно всё. Вот. Правильно подметили. Он встаёт с дивана и идёт на войну. Сражаться за зарплату. Понимаете? То есть у него всё война. То есть мы сражаемся за зарплату, зарабатываем деньги и лежим на диване. У него два варианта есть в жизни всего. Чтобы он всегда сражался за войну, за зарплату, надо женщине всегда быть расслабленной и принимать судьбу. Допустим, дома денег нет. Муж говорит, что будем делать? Жена, ничего, будем поститься. Значит, идёт за зарплату, что делать остаётся. Почему женщина так сильно хочет работать? Потому что она не хочет поститься. Муж, допустим, лежит на диване, она думает, гад такой, надо идти работать. Больше некому. И идёт работать. Почему? Потому что она не даёт ему возможность воевать. Воевать-то когда мужчина начинает? Когда жрать нечего? Понимаете? А когда чуть-чуть есть, можно лежать дальше на диване. А женщина не может так. Она думает, ну как же так? Дети без еды, там туда всё, в школу надо платить. И побежала сама на работу. Твои проблемы. Надо развивать все женские качества, а не мужские. Женские качества означают любить мужа, любить детей и вдохновлять мужа работать. Говорит, я приму тебя любым. Сколько денег у нас будет, столько будет. Всё, будем жить на твою зарплату. Ну можете, если он уже зарабатывает, хороший человек, можете как хобби устроиться, немножко работать в своё удовольствие. Но это не значит, что вы должны там бегать и семью содержать. Это не ваша вообще забота. Если нет семьи, нужно, восклицательный знак, в каких случаях нужно отказаться от партнёра? Во всех случаях. Вы, допустим, имеете партнёра, так называемого, а он семью не хочет создавать. Значит, надо от него отказаться. И когда вы от него откажетесь, будет два варианта. Или он сразу захочет семью создать, или он от вас уйдёт. И у вас будет место для другого партнёра, которым вы сразу должны ставить условия. Или в ЗАГС, или никуда. Так женщина должна себя вести, на самом деле, с мужчиной. Если отвалился, значит, не тот человек. Отвалился — не тот человек. Надо понять, что у женщины период, когда она может выйти замуж, ограничен определённым временем. И это дело Бога — найти ей мужа. Это дело Бога, понимаете? Она должна точно это понимать. Вот пришёл период хороший астрологический замуж. Бог предоставляет различные варианты. И это уже, извините, твои мозги, как себя с ними вести. Надо им тест устроить, тестовую систему. Какая тестовая система? Расстояние держим и смотрим, как себя ведёт. Если серьёзный человек хочет брать замуж, подпускаем ближе чуть-чуть. Опять тестовую систему включаем. И так постепенно смотреть. Если он только секса хочет и хочет пожить вместе, никак чего расписываться, следующий. Почему? Ещё никого нет? Всё равно следующий. Потому что пока период хороший у женщины идёт, всё равно будут появляться новенькие. Как только хороший период закончился, тишина в студии. Почему он заканчивается? Потому что слишком много выбирала. Надо кого-то всё равно остановиться на ком-то. Если человек хочет на тебе жениться, всё. Пускай он, допустим, не принц на белом коне, не тот, о ком ты мечтала. Понимаете? А просто обычный мужик. Рижский. Или не рижский, итальянский, неважно. Важно, что он хочет жениться, расписаться, жить и работать, всё. Надо выходить. Пускай не прекрасен, может быть, наружно, зато душой красив наверняка. Вот. Поэтому надо просто расписаться и всё. И не париться. А то у женщин часто вот в голове такая мечта. Они мечтают, они любят мечтать. У меня вот такой должен быть. Вот такой. Вот такой и вот такой. Извините. Да Бог сам решает, какой у вас должен быть. А то мне написала вчера одна. У меня мужик хочу вот такого-такого, чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, тёщу мамой называл, был бесед, был к спиртному раздонушен и вообще не не скушен. Понимаете? Извините. Вы по конкурсу не проходите на такого мужа. Поэтому не надо выдумывать ничего. Какого Бог дал, такого дал. Всё. С таким живи, развивай его как Личность, делай его хорошим. Это трудно. Но так надо жить. Прокомментируйте, пожалуйста, ваше высказание. От Востока идёт счастье, от Севера самосовершенство, от Юга глупость. От Востока деградация. Нет, я перепутал. Значит ли это, что на Востоке живут деградированные Личности? Нет, нет, я там что-то не то сказал. Есть разные понятия. Понимаете, стороны света влияют на нас. Допустим, от Востока идёт вера. И от Востока идёт энергия духовного счастья. От Востока. От Севера идут мистические силы. От Севера. И от Севера также могут духи прийти с Севера. И с Севера могут прийти самосовершенствования. А с Юга идёт тяжёлая карма. С Юга идёт деградация на человека. То есть может прийти тяжёлая карма, тяжёлая судьба. Деградация с Юга может прийти. Ну то есть с Юга очищение сознания приходит. Очищение сознания тоже с Юга приходит. И с Запада, не с Востока, а с Запада приходит или богатство к человеку, или деградация. Материальное знание также приходит с Запада. То есть вот так стороны света действуют. Я, наверное, оговорился. Иногда оговариваю. Вы пишите мне записки такие, чтобы я это реабилитировался. «Если нет брачных уз, нужно ли оставаться с партнёром, который не хочет на тебе жениться, или даже жить вместе после двух с половиной лет дружбы?» Понимаете, что значит «два с половиной дружбы», «два с половиной года дружбы». Что вы делаете? Вы живёте вместе? Если вы живёте вместе, вы уже муж и жена. Вы поймите, нет дружбы в одной постели. Человек влёг в постель с человеком, это всё женитьба. Веды говорят, есть разные способы венчания. Но самый простой способ венчания — это лечь друг с другом в постель. Люди легли друг с другом в постель, они повенчались, понимаете, они стали супругами уже в этот момент. Потому что это означает супружеские узы, они обвинялись кармой друг с другом. Это не просто так, полежали, разошлись. Понимаете, это серьёзный процесс мистический. Который людей соединяет навсегда. Если вы соединились не с тем, с кем надо, но не знали этого всего, раскаетесь, и всё пройдёт. Бог отпустит, сердце будет чистым, свободным. Больше так не делайте. Однако же, если вы живёте с человеком, так называемым гражданским браком, слово-то какое выбрали — гражданский брак. Усыпить животное. Мы выбираем очень классные слова для тех вещей, которые вообще ничего с этими словами, ничего общего не имеют вообще. Гражданский брак. Знаете, что такое гражданские слова? Гражданский означает орден. Кутузова там какого-нибудь гражданский орден. Гражданский брак означает очень что-то возвышенное. А этого ничего общего с чем-то возвышенным не имеет. Люди снюхались и живут друг с другом, без всяких законов, как две собаки. Но они всё равно, если живут год, веды говорят, значит, они муж и жена. Вот хоть что они говорят о себе. А если у них ребёнок родился, это значит, что Бог создал эту семью. И они не имеют права расходиться уже, пускай говорят всё, что угодно. Если они разойдутся, будут за это отвечать. А у нас был гражданский брак. А Богу по барабану, что вы об этом думаете? Если ребёнок родился, надо жить вместе. Если расходитесь, будете отвечать по полной программе за это. Потому что ребёнок будет страдать. Из-за его страдания придётся ответить хорошей ценой, которой мы даже не подозреваем. Можно очень сильно помучиться за это. Поэтому год вместе живём, уже муж и жена всё. Изменил, значит, изменил близкому человеку. Пока год не прошёл, ещё как-то можно туда-сюда. Но год прошёл, всё, извините, ребят. Два с половиной года дружбы. Какой дружбы? Он очень добрый человек, но у нас совсем разные интересы. Всегда у мужчин и женщин разные интересы. Где вы видели мужчину и женщину с одинаковыми интересами, господа? Женщины чем интересуются? Посудачить друг с другом, сходить на какие-то программы, поинтересоваться всем, что происходит и так далее. На службы они религиозные любят ходить там, любят поразговаривать, по дружкам ходить там и так далее. Мужчины что любят? В домино играть. Если работать над собой, так по-другому. Там закаляться, там морду друг другу бить, там бороться, ещё что-то в этом роде. Где вы видели одинаковые интересы мужчины и женщины? Если женщина любит бороться, разве муж мужчины такую женщину возьмёт, который борется? Зачем она ему нужна? С ней что ли бороться он будет? Она ему нужна как жена, а не как борец. Понимаете? У мужчин и женщин не бывают одинаковые интересы. У них бывает только цель одинаковая, но это Бог даёт. Это называется милость Бога. Поэтому если женщина, она вдохновляет, она влияется сердцем мужа. Если женщина занимается духовной практикой, то мужчина смотрит на неё сначала недоверием, потом с интересом, потом изучает, чем она занимается, и потом вдохновляется, и потом говорит, мне самому это понравилось, поэтому я это буду делать. На этом может пройти несколько лет, 5-6 лет, чтобы мужчина завёлся в этом направлении. Но если он заведётся, он как паровоз пойдёт, его не остановишь. Понимаете? Поэтому женщина — это сердце мужа, она направление показывает, а мужчина принимает направление, если у женщины достаточно веры в это во всё и желания, чтобы это было. У нас не одинаковый интерес. Да какие интересы вообще, если вы не занимаетесь работой над собой, он, конечно, не вдохновится, а если вы занимаетесь, надо ждать, когда вдохновится. Не бывает у мужчин и женщины одинаковых интересов. Они абсолютно разные, они живут вместе, чтобы дарить друг другу счастье и страдания. Всё. Нет другой причины, почему они вместе живут. Не будет он с тобой сидеть, судачить целыми днями, чирикать. Не будете вы с ним ходить на бокс. А если пойдёте, значит, вы пожалеете об этом. Морды набьют всем, вы посмотрите, кровь потекла, кошмар какой. Понимаете, какие общие интересы, о чём вы говорите вообще? Он очень добрый человек. Вот это и есть общие интересы. Он живёт в очень богатой стране. Я в Латвии. Латвия тоже очень богатая страна. Латвия очень богатая страна. Самое большое богатство страны — это люди, которые в ней живут. В вашей стране уникальные люди. Посмотрите, сколько людей интересуется духовным. У вас маленький город, сколько духовных организаций вокруг, сколько людей ходят везде. Вот такие залы, большие, вот полные, я собираю только в России, в городах, в которых население пару миллионов человек. Понимаете? А у вас там сколько осталось в Риге? Я не знаю. Ведь полный зал набивается всё равно. Насколько сильна разрушающая сила расстояния? Нет никакого расстояния. Нет. Если вы живёте, если человек есть у вас любимый, звоните ему, чирикайте по телефону, есть сейчас компьютерная связь, можно обобщаться, по 20-30 минут в день, нет расстояния. Один человек мне разговаривал, у нас такая ситуация жизненная, я от семьи живу на огромном расстоянии, не могу ездить постоянно, раз в год только могу приезжать, я хочу быть с ними, они хотят быть со мной. Что делать? Я говорю, быть вместе. Начать общаться через телефон. Он говорит, сколько? Я говорю, я не могу, у меня барьер какой-то. Я говорю, переодолейте барьер. Он говорит, что надо делать? Я говорю, возьмите и насильственно себя заставляйте звонить. Почему барьер? Потому что ты не чувствуешь человека, не нюхаешь его, поэтому с ним тебе разговаривать не хочется. Ты учуй его на расстоянии, силой воли заставь себя, позвони к нему и начни разговаривать. В процессе разговора ты начнёшь всё больше углубляться в отношения, и больше. Пройдёт несколько, пару недель, и каждый день вы будете достаточно разговаривать, как будто бы вы живёте рядом. Никакой границы не будет. Расстояния нет. Больше того, знайте, что даже раньше, когда не было телефонов, люди просто думали друг о друге и таким образом устанавливали контакт. И они были рядом, даже несмотря на то, что муж уходил на войну или ещё куда-то, его не было долгое время, контакт оставался. Он приходил, как будто никакой разлуки не было, понимаете? Может, просто превышали, что мы находимся рядом, но так не бывает. Люди часто бывают на большом расстоянии друг от друга, и ничего, нормально. Проблема моей жизни — чувство вины перед матерью из-за того, что не забылась в достаточной мере, и мама рано умерла. Не заботилась в достаточной мере, и мама рано умерла. Возможно ли искупить вину? Хороший вопрос. Чувство вины означает всего лишь одну вещь перед умершим родственником, что ему нужна помощь. Всё. Больше это ничего не означает. Единственный способ ему помочь — это молитва. То, о чём мы сегодня говорили. Начинаешь молиться, и родственник получает очень большое благо. Я приведу... У меня есть один сотрудник, который... Они вместе с женой работают в моём предприятии, и у них скоропостижно, неожиданно оставила мир мама. Мама — сотрудница. Они пришли ко мне вдвоём, говорят, что делать? Я говорю, так и так. Пищу освещать перед фотографией, ставить каждый день в течение шести месяцев. Раз. Каждый день молиться в течение часа, там, какие-то молиться, и думать о ней постоянно. Два. И делать это всё до тех пор, пока в сердце облегчение не наступит. Три. Всё принято. И пошли этим заниматься. Каждый день освещают пищу, ставят перед фотографией, каждый день молятся. Через четыре месяца оба докладывают. Вот в один день раз и от сердца отпустило. Хорошо стало. И мысли о маме очень светлые. И мама пришла, улыбнулась и пошла дальше. Они говорят, молиться дальше. Я говорю, достаточно. Перевыполнили план досрочно. Вот и всё. Вся система. Очень просто. Почему плохие мысли о маме? Просит помощи, надо помогать. Когда человек болеет, он зелёный, вонючий, противный. Но когда ты им помогаешь, он становится вкусненький, сладенький. Близкий человек, когда болеет, он плохой. У него мысли плохие, у него всё плохо. Но ты, если заботишься о нём, он становится хорошим благодаря твоей помощи. И он улыбается и счастливый, хотя он болеет. Поэтому надо учиться, заботиться о близких людях. В этом заключается смысл. А не в том, чтобы думать, у меня мама хочет, я виновата перед ней, я виновата перед своей мамой. Понимаете, мама там просит помощи, она скулит. Мама скулит, она скулит. В результате получается что? Ещё хуже становится. Мама, я виновата перед ней. И мама думает, блин, да не виновата ты передо мной, мне помочь надо. Надо молиться и всё. Чё скулить? Надо помолиться и легче станет. Маме тебе всем легче станет. Объясните, пожалуйста, как работать с ревностью? Каким образом её трансформировать в веру или доверие? Понимаете, есть две причины ревности. Первая причина — это чрезмерная привязанность, эгоистическая любовь. Одна причина ревности. И вторая причина заключается в том, что ваш близкий человек не понимает, что такое настоящие супружеские отношения. Ну, допустим, девушка привыкла улыбаться друзьям, мужчинам, допустим, которые её окружают, даже в присутствии мужа. То есть у неё такая привычка, это её стиль поведения, её так воспитали. Она даже не знает, что это неправильно. Она не понимает, что когда женщина улыбается очень так искренне, она представляет всё своё тело этому человеку полностью на тонком плане. Ей можно пользоваться. Это называется тонкий секс. Вот. И поэтому женщина, которая вышла замуж, она должна быть аккуратной в своих улыбках. Муж это всё видит, его трясёт, колбасит, он видит, как бы жена вдруг на секунду стала чужой. Она улыбнулась кому-то, он ей улыбнулся, всё. И он это увидел. Ясно, что у него возникнет чувство такое внутри. Ему плохо станет. Это защитное чувство. Оно у всех мужчин возникает и правильно. Не думайте, что только у мужчин. Если, допустим, ваш муж находится в компании, он улыбнулся к какой-то женщине, она ему улыбнулась, у вас к этому мужу точно такое же чувство возникнет. Это называется защитный инстинкт. Самосохранение семьи. Мужа под мышку и пошла оттуда из этой компании. Всё. Точно так же мужчина делает. Жену под мышку и пошёл. Это нормальное явление. Ничего страшного. Однако, если человек очень сильно хочет наслаждаться близким человеком, то он начинает его эксплуатировать. В чём эксплуатация заключается? Он начинает запрещать ему куда-то ходить, запрещать ему чем-то заниматься. Только со мной, только рядом, только здесь, только туда, только так разговаривать. То есть, начинает издеваться, потому что он очень сильно привязан, хочет наслаждаться близким человеком. Вот эта ревность очень греховна по природе. И эта ревность означает, что близкий человек скоро тебя бросит. Если вот это второе чувство у тебя, значит, надо что делать? Надо служить близкому человеку, а не требовать любви от него. Допустим, он пришёл с работы, ты хочешь его что-то заставить сделать. Не надо, надо заботиться. Пытайся победить в себе вот это вот животное чувство, наслаждаться другим человеком. Попытайся заботиться о нём. Тебе хочется сказать, улыбайся мне, разговаривай со мной нежно. Надо самой улыбаться и разговаривать нежно. И не заставлять его, допустим, или мужчина хочет эксплуатировать женщину, хочет постоянно её обнимать, целовать, использовать. Надо дарить ей цветы, надо заботиться о ней, разговаривать с ней, то есть дарить ей любовь. То есть надо делать то, что женщине нравится в отношениях, а не то, что тебе нравится. И тогда ты преодолеешь это чувство, животное чувство ревности. Надо ли давать как милостыню подаяние деньги людям на улице или лучше жертвовать в храме? Однозначно, что лучше жертвовать в храме. Даже если перед храмом стоит алкоголик, он не зря к храму пришёл. Он всё равно чувствует, что Бог помогает. Лучше ему дать пожертвования, чем человеку, который просит деньги где-то в другом месте. Однако же, если человек действительно голоден, и вы это видите, дайте ему денег, где хотите. Но лучше людям давать пищу. И это определит то, что им надо. Допустим, носите с собой хлеб. Иногда хлеб пекут в булочках и заворачивают их, каждую булочку, в отдельный салфан. У вас есть такое? Допустим, вы хотите жертвовать, у вас есть склонность. Ложите, кладите в сумочку, в свою, всегда, несколько таких булочек. Взяли, положили, пошли. Видите, человек просит деньги. Дайте ему булочку. Он скажет, булочка не нужна, нужны деньги. Булочку забрал, она в салфане, ничего страшного, и пошел дальше. Потому что человек может просить только пищу. Если он одет, он может просить только пищу. Если он не одет, раздет, значит, его надо одеть. Что-то с себя сняли, одели, можно одеть. Если он раздет, но раздет их, вряд ли вы увидите. Люди хотят кушать, и все, им нужна только еда. Поэтому, если человек не хочет деньги, пищу брать, значит, он вас обманывает. Он просто зарабатывает. Поэтому надо дальше идти. Вы хотели что-то спросить? Вы знаете, дело в том, что это тоже бизнес. Я вам приведу такую историю. Одна женщина стояла с ребенком и говорила, что у ребенка такая-то болезнь, которую я лечу. Моя жена проходила мимо, увидела эту женщину и подошла к ней и сказала, вы знаете, у меня муж хороший врач, давайте я сейчас прямо им позвоню, спрошу, возьмет он бесплатно вас лечить или нет. Она позвонила мне, я сказал, возьму. Если та стоит на улице, я говорю, я беру, все. Пускай приходит туда-то, все, мы лечим этого человека. И что вы думаете? Она не пришла. Она пообещала, все договорилась, обняла там мою жену, все, не пришла. Дальше продолжала стоять на этом месте после того, как она ушла. Она просто зарабатывала наглым образом деньги. Очень редко женщина, которой нужна операция, будет стоять на улице и просить милостыню. Понимаете? Для этого надо перешагнуть очень серьезный психологический барьер. Обычно такие женщины просят у родственников, у друзей, они могут просить в храме, где угодно, но только не на улице. Если человек стоит на улице, это значит, что он уже преодолел определенный барьер психический. Понимаете? Эта барьера означает или очень сильная паника как бы у него внутри, но тогда человек встает на улицу и это очень сильно видно. Понимаете? Ему очень неудобно там стоять. Он где-то в сторонке стоит и как бы он просто думает, подойдите ко мне кто-нибудь хотя бы. Он не лезет вот так вот посреди там, как у нас в Москве, посреди метро встает, там плакат вперед и понеслась. Помогите! У них определенный тип лица уже выработан. Они понимаете, она очень в этой эмоции очень сильны. В эмоции страдания, такие страдают изо всех сил. Это очень четко видно человеку, который это все изучал. Очень редко из этих людей бывают те, которые действительно собирают деньги на операцию. Лучше давать деньги просто тем, кто хочет кушать. И проверить это очень легко. булочку в салфане кинули и смотрите. Человек отблагодарил вас, булочку взял сразу, хочет кушать. Когда человек хочет кушать, ну раз, сразу берет и смотрит, понимаете, вот так. Я вам уже рассказывал, как мне на последней лекции дали конфеты с яйцами. Я яйца не ем. Думаю, куда конфеты девать? Пошел, пошел, думаю, надо же, я не могу выбросить просто эти конфеты, должен кто-то съесть их, мне же подарили. Я пошел, пошел, смотрю, пьяная женщина, нищая, стоит и ругается на всех. Матом всех кроет, все мимо проходят. Она, ну, как нищая, там она милостыня, там что-то стоит, там какой-то, этот она куда складывать милостыня. Она ругается, видно, обидели ее. Я подошел, ей конфеты суе, она такая, опа, такая, смотрит на конфеты такая, и на меня, на конфеты, на меня. Она такая в шоке, в полном, и конфеты раз сразу, и такая, видно, голодная. Я пошел. Сразу было видно, что человек, во-первых, удивился, она ругаться перестала, потому что для нее так неожиданно, она когда ругается, обычно никто не жертвует. Когда жертвует, она не ругается, а тут она ругается и пожертвовали. Вот, и она взяла, по-другому взяла, не так, типа там, конфеты сунула и дальше пошла ругаться. Нет, она удивилась, как бы, и успокоилась сразу. Подруга осталась довой, и после смерти мужа началась проблема с сыновьями. Один наркоман, второй не хочет работать. попросила меня задать вам вопрос, что ей делать, как вылечить сына от наркомании. Понимаете, дело в том, что бывает, когда муж уходит, у женщины не хватает сил воспитывать детей, и они начинают становиться неуправляемыми. Очень сильно включается их карма, потому что, когда есть муж, то он сдерживает карму сыновей, когда есть жена, она сдерживает карму плохую дочерей. Но когда муж уходит, и у женщины сыновья остаются, то они становятся неуправляемыми из-за того, что некому сдерживать плохую карму. Что делать? Надо пойти в какую-то духовную организацию, начать там общаться с духовными людьми и постепенно войти под защиту, потому что женщина должна быть под защитой общества или мужчин. Общество женщин не защищает, нужна какая-то организация духовная. И когда женщина в этой организации находится, то она может просить совета у старших, духовно старших. Они будут приходить к ней домой, разговаривать с детьми, с ее, и так придет защита. То есть они с помощью общения начнут на них сильно влиять, и ситуация в семье изменится. Просто так не поможешь, нет никаких советов. Нужно, чтобы женщина была под защитой. Как же женщина должна быть или под защитой мужа психической, или какой-то организации, которая бы заботилась о ней. Чаще всего это верующие люди могут так делать. Я знаю много примеров, как женщины без мужей великолепно воспитывают своих детей, потому что есть старшие, наставники у них, они с ними советуются, общаются с детьми и так далее. В Библии сказано, если кто-то ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. А что делать, если бьют по-другому? Какое место поворачивать? Задницу поворачивать. Мировой банк предлагает в Латвии снизить пенсии, чтобы сэкономить. А это неуважение к старшим. Смириться? Что происходит с человеком, который не уважает свое государство и правительство? Видите, человек немножко обижен на судьбу. Первое, что нужно сделать, надо простить судьбе. Знаете, почему? Другую щеку поворачивать. Это не в буквальном смысле слова. Это означает, что судьбу, карму придется отрабатывать по-любому. Поэтому самый лучший способ просто принять ее. Понимаете? Допустим, тебя когда бьют, у меня был случай в детстве, я вам сейчас расскажу. Очень интересно. Интересный опыт я получил. Я занимался радиоэлектроникой и мы полезли на свалку радиодеталей. Ну, телевизоры там разбивали и лежали они там. Этому сторожу было все равно, потому что все равно их там сжигали или что-то еще делали. Ну, воруют дети немножко запчасти со свалки, да и все. Но местные ребята, они были, контролировали эту свалку, а мы об этом не знали. Мы залезли туда, там, поворовали, наворовали детали, вышли и пришли местные ребята. Их было, у нас было двое, их было там четверо или пятеро взрослых таких повзрослее. Мы были совсем такие маленькие. И как бы они говорят, ну что, сейчас морду будем бить, снимайте очки. Вот я уже в очках был тогда еще, в школе уже был в очках. Я снял очки, вот, и как бы говорю, простите нас, мы не знали, что это ваша свалка. Вот, запчасти отдал все эти. Мой друг, как бы, не согласен был с этим. Он был немножко покрепче. И, как бы, они меня стукнули, я раз такой, как бы, согласен, типа, бейте дальше, что делать. Вот, смотрит, не хочется меня бить. и начали мутузить моего друга. Я говорю ему, слушай, давай заканчивай, ты что, сейчас и забьют. И он как-то опомнился, и раз, успокоился, и все. И они отстали, запчасти взяли, ушли. Понимаете идею, нет? Когда человек принимает себя побежденным, его и бить не хочется. Пропадает интерес. Интересно бить того, кто пытается сражаться, защищаться. Понимаете, когда ты не дерешься, как бы, смиренно принимаешь, ну, только самый подонок будет бить. А так, в основном, люди успокаиваются сразу. В этом плане карма, как бы, отрабатывается. Ты тебя ударили, ты спокойно воспринимаешь, другую щеку поставил, уже бить не хочется. Потому что хорошо бить, когда они подставляют, когда сопротивляются. Знаете, психология убийцы, какая психология убийца? Убийца, чтобы нож воткнуть, он должен увидеть или страх у человека, или ненависть, одно из двух. Если не страх, а не ненависти нет, он тебя с добрыми глазами смотрит, его убить очень трудно, понимаете? Потому что, ну, Бог в твоем сердце не позволит этого сделать. Если он спокойно, смело, с добрыми глазами смотрит, только самый отъявленный бандит может убить. А простой, допустим, нормальный бандит не сможет. Есть шанс. Я, честно вам говорю, у меня была такая история в жизни. Я, наверное, вам уже рассказывал. Я в спортивной одежде шел в Самаре, когда учился в медной институте, шел по улице с тренировки. Ко мне подошел один человек, поставил нож к животу и сказал мне, давай деньги, иначе я тебе сейчас приезжу. Это же было в парке в таком темном месте. Вот. Я ему говорю, так у меня денег здесь нет. Если хочешь, пойдем ко мне домой, я тебе дам. И он такой... И главное, я, ну, спокойно, как бы, дождь не оттаскивал, ничего, он стоит нож у меня вот к животу так крепенько прижат был. И как бы я так спокойно говорю, потому что я тогда закон кармы изучал, думаю, ну, раз надо, значит, надо, что делать. Он так удивился, он посмотрел на меня, у него как бы пропал весь интерес сразу же. Он говорит, ты откуда, говорит, идешь? Я говорю, с тренировки. А что, говорит, денег нет? Я говорю, да я здесь живу рядом, а что мне деньги-то брать, заниматься собой? Он говорит, правильно. Ну, пойдем, говорит, я тебя провожу, а то тут много всяких ходит, говорит, могут что-то сделать. Пошел со мной, начал расспрашивать, что я делаю, там, чем занимаюсь, проводил меня до дома. Я говорю, деньги надо давать? Он говорит, да не надо, все нормально. Отчего у человека появляется геморрой? Мы же с вами договаривались, о геморрой не говорить. Сколько раз я уже спросил, что значит? Как следует относиться к компьютерным играм? Никак к ним не надо относиться, это же зараза, там духи в них живут. Если ты видишь компьютерную игру, начал играть в нее, все, есть два варианта, что с тобой произойдет. Или ты погрузишься в эту компьютерную игру, или получишь геморрой. Одно из двух. Поэтому надо просто бояться этого всего, это же страшно. Потому что эта сила, она захватывает, понимаете, там духи живут, это называется азартные игры, они все с духами связаны. И всегда это приводит только к плохим, большим проблемам. То же самое, все эти рулетки всякие, там эти, казино, все это сила, от которой оторваться нельзя. Она засасывает, уничтожает психику человека. Он сам не замечает, как все деньги вылетают. Или компьютерные игры, которые забирают у тебя время. Или, ну то есть это сила, которая разрушает сознание. Надо подальше держаться. Если ты уже прилепился к этому, значит выкинь компьютер. Или отдай на время кому-нибудь. Потому что, когда человек долго не играет, он отвыкает. Нужно время, чтобы отвыкнуть, понимаете? Надо отдать компьютер на время своему другу. И вообще, чтобы его не было дома. Постепенно успокоитесь, и все, можно брать компьютер, но не включайте никогда эти игры больше. Потому что дальше опять не отлипните. Как относиться к созданию компьютерных игр, как к работе? Ну, как вам сказать? Если это учебные компьютерные игры, для детей, допустим, они образовывают их в чем-то. Там английский учат, или еще это хорошо. А если это просто развлекательно, это плохая карма. Можно от этого пострадать сильно. Потому что людей же засасывает это все. Мировой банк предлагает в Латвии снизить пенсии, чтобы сэкономить. А это неуважение к старшим. Смириться? Нет, не смириться. Можно сражаться. Можете выйти на улицу, посканировать, или еще что-то сделать. Не надо мириться. Если вы видите, что старших обижают, надо проявлять силу. Потому что человек может мириться только по отношению к тому, что к нему делают. А если слабых обижают, человек должен сражаться до последнего. Веды говорят, что если человек, допустим, видит, что оскорбили его, надо принять. Если оскорбили друга, надо немедленно заступиться. Немедленно, даже не секунды. А если оскорбили твоего духовного учителя, надо немедленно, или просто этого человека не знаю, что с ним сделать, или если он сам является старшим, то надо заткнуть уши, побежать и омыться. И как бы больше не контактировать вот так вот от этого человека подальше держаться. Понятно? Разница очень большая, когда оскорбляют тебя и оскорбляют других. Если пытаются насиловать твою жену, ты можешь прибить этого человека. И по судьбе ты не должен страдать. Веды говорят, это не грех. Но как бы не обязательно сразу пытаются насиловать жену, сразу его взял и прибил. Нет, речь идет о защите. То есть ты же защищаешь жену, если он пытается агрессивно к тебе относиться, значит, ты можешь все, что угодно сделать. Это не является грехом. Почему большинство людей убеждено в том, что одни отношения на всю жизнь — это иллюзия? И говорят, что есть женщины, у которых не было ни одного мужчины, но нет женщин, у которых был только один мужчина. Это грустная статистика или правда жизни? Это правда жизни. Действительно бывает так, что женщины, женщины не нравятся мужчинам, и она может остаться одна. Такое бывает. Но если женщина встретилась с каким-то мужчиной и хочется другого, обычно женщины начинают встречаться с мужчинами в таком юношеском возрасте, и в этом возрасте они не могут себя контролировать, они ведут по рукам обычно некоторое время. Это не статистика грустная, это культура жизни. Это культура жизни, понимаете? Веды говорят, женщина в своём желании, половом желании не может быть, она абсолютно беззащитна. Она не может защищаться от мужчины, который ей нравится. Если он захочет, он овладеет ей, и ничего сделать невозможно. Поэтому веды говорят, что женщина до замужества должна быть под защитой отца. он не должен её пускать на различные вечеринки где-то там и так далее. Веды говорят, что это очень строго должно быть, никаких попустительств. Однако наше общество так устроено, что девочки не слушаются отцов, они просто идут им по барабану, потому что никто не будет... Ну, то есть так общество устроено, что нет никаких вариантов контролировать эту ситуацию. Однако на Востоке такого нет. Если отец строго себя ведёт, девочка не будет гулять, и она выйдет замуж нормально, и у неё будет один муж, и она будет счастлива и верна ему. Понимаете, это не вопрос женщины, а вопрос культуры, в которой мы живём. Все женщины хорошие, девушки хорошие. Просто если культуры нет, то их очень легко склонить на сексуальные отношения, если человеку хочется это сделать. Поэтому что делать? Такова жизнь. Поэтому не надо женщин обвинять, что у них было несколько мужчин. надо просто... Женщина раскаялась, и всё, дальше будет счастливая жизнь, всё нормально. Наилучшее время для обучения. Смотря чему. В раннем детстве человек обучается поведению, он обучается уже с младенчества. Если ребёнку, допустим, больше пяти лет, он хорошо обучается языкам, то есть языкам с трёх человек лет начинает обучаться разным, нам можно сразу привить к ребёнку легко, на нескольких языках говорить. Я знаю одну семью, где ребёнок говорит сразу на пяти языках. Его обучили просто в раннем детстве. Он говорит всё очень легко. Дальше. Где-то с семи лет можно обучать детей различным наукам. Но следует знать, что до 13 лет ребёнок должен учиться нравственности. И в этом заключается главное его обучение. А науки все лучше учить интенсивно уже после 13 лет. Потому что если он до 13 лет нравственности не научится, то никакие науки в его голову не найдут. После полового созревания он не будет никаких сил контролировать себя и серьёзно время уделять учёбе. Потому что половая энергия разрушает психику детей. Она не даёт им возможности сконцентрироваться там и всё прочее. После 20 человек может учиться жизни. То есть он может найти себе наставника, который будет его обучать, как жить правильно и так далее. Моя подруга абсолютно не интересуется духовностью. Каким образом направить вектор в эту сторону? Понимаете, если человек не интересуется духовностью, значит сердце заросло грехами. Как направить? Никак. Можно просто за неё молиться. когда-нибудь заинтересуются. Если вегетарианца случайно накормили мелко нарезанными кусочками мяса в салате, как это влияет на карму? Никак. Если случайно вас накормили, вы не хотели это есть. Если вы даже не почувствовали, что это мясо, просто съели и всё. Никак не влияет на карму. Вы же не хотели этого. Так очень чуть-чуть, может, влияет. Но не сильно. Но на карму того, кто накормил, если он знал, что это вегетарианец, и накормил, специально перехитрил, вот ему он за это получит по полной программе. Я разок в индийском поезде ехал, так кушать захотелось. И там ресторан в поезде. И, короче, мы думаем, давайте покушаем в ресторане, приходим туда, смотрим, рис делают. Мы говорим, а вы можете рис делать? Можем. А у вас вегетарианская пища? Вегетарианская. Раз нам сделали рис, я начал есть, чувствую, что-то не то, какая-то дрянь. Что такое, думаю? И резко пошел в ресторан еще раз. Прихожу, там курицу жарит. Я говорю, так вы же сказали вегетарианцы. Он говорит, ну мы для вас вегетарианцы, для них не вегетарианцы. Говорит, что просят, то и готовим. Я говорю, так вы, наверное, курицу жарили, потом там рис. Он говорит, а что мне масло 10 раз менять, что ли? Что есть, то мы жарим. Я чуть-чуть поел, чувствую дрянь такая. И как бы все, больше не стал есть. Бывает такое, в наше время бывает. Разок в самолете летел, мы заказали вегетарианское меню. Подходит стюардесса, дает мне как бы пищу. Я пытаюсь ее освистить, чувствую, что-то не то. Начинаю есть, там рис, и кусочек такой, вот правда, вот честное слово, выглядит как панир, то есть сыр обжаренный. Кусочек такого сыра лежит. Я думаю, откуда панир в самолете? Думаю, ничего себе, что за ерунда, индийская кухня, что ли, здесь? Вот, беру, короче, этот панир, начинаю подносить ко рту, и чувствую, что это мясо курицы. Вот прямо всеми фибрами своей души. Такое ставлю назад, подзываю стюардессу, я говорю, вы что мне принесли? Она говорит, вы меня просили вегетарианскую пищу без мяса, я говорю, просил, вот вам курица. Я в Сибирь летел, там все нормально. Там свои представления вегетарианской пищи. Ну, что делать, такова жизнь, всякое бывает. Поясните, пожалуйста, почему вы в своих лекциях говорите, что когда женщину бросает муж и уходит другой, она должна его ждать какое-то время. А потому, что если она его не ждет и заново к себе опа, другого нашла, значит, она тоже его бросает. Надо понять, что если ты считаешь, что тебя бросили, значит, ты должна ждать. Надо отработать эту карму, потому что муж же болеет. Почему он к другой уходит? Потому что у него крыша съехала. Вы понимаете, что плохой поступок вот такой означает крыша съехала, это означает болезнь разума. Мужчину крышу снесло. Почему? Потому что общество такое. Раньше в ведической культуре древней мужчины к женщинам просто так не уходили, потому что женщины были настолько благочестивые, что они чужих мужиков к себе не подпускали. А если женщина знала, что мужчина женатый и никаких шансов ему к ней подойти даже не было, потому что она знала, что это позор, ее больше никто замуж не возьмет. Если она с ним один раз переспала, все, тю-тю, значит, она замуж никогда уже не выйдет. Она считалась оскверненной женщиной, и ее даже из дома выгоняли, потому что она в доме даже не должна была находиться. мужчинам никаких шансов не было возможности иметь такие отношения. Однако, так как мужчин была такая тенденция, поэтому в ведическом обществе разрешалось жить проституткам. Проститутки, то есть они со всеми спали за деньги и все. И если, допустим, мужчина заболел, ему захотелось проститутку, женщина прощала его просто и все. Поэтому надо понять вот эту вот идею, что это болезнь просто, болезнь разума. Психика, когда крышу съехала, свернула, что делать? Понимаете, в нашем обществе женщина любая, она имеет над любым мужчиной, который, как бы, с ней совместим психическую силу. И если женщина особенно одна, у нее никого нет, эта психическая сила у нее возрастает все больше и больше, и когда ей по судьбе положено выйти замуж, она над мужчинами такую силу имеет, что если, допустим, какой-то человек ей понравился, он женатый, а она, допустим, не имеет представления, как с мужчинами вообще общаться. Она просто посмотрит на него, и у нее крышу сносит прям вот так раз и все. Это не касается всех мужчин. Некоторые так могут сделать и пойти дальше. Сильные мужчины, значит, сильные психические. Но если мужчина слабоватенький, у нее сразу раз, и он начинает думать, как загипнотизированный об этой женщине, и все, знакомится с ней сам, она даже не подходит к нему, просто на крючок его посадила, и все, и тянет потихоньку так. И он такой, я хочу с вами познакомиться. Она думает, конечно, куда ты денешься, браток. и все. И начинается отношение потом. Он женатый. Что ему делать? У нее крышу свело. Но если женщина очень искренно любит своего мужа, она почувствует даже тот момент, когда ему крышу сорвало. Она четко это почувствует. Пасает его перед собой и скажет, что с тобой? Кто у тебя есть? Очень серьезно. И он такой, все ясно. Значит, надо молиться, значит, надо как-то себя вести строго, отодвинуться от него, сказать, нельзя, ни в коем случае у тебя не должно быть никаких отношений. Вы можете отпрезветь. Еще не поздно, когда уже все понеслась, у него как бы появился кто-то, здесь другая тактика, потому что он уже заболел. Все, он привязался к другой женщине. Он ничего не соображает в это время. У него голос совести перестает работать. Все, крышу свело. Что делать? Простить и потихоньку его приближать к себе, заботиться о нем, стараться серьезно к нему относиться, чтобы тепло осталось. Потому что, если женщина появилась чужая, она тепло забирает. Она любовь из семьи забирает, а надо ее сохранить. Надо его держать возле себя. Если женщина начинает злиться, ревновать, то любви меньше становится от этого. Он вообще уходит. Надо держать его возле себя, понимаете? Общество больное. В нем нет правильных отношений, да? Да, конечно, конечно. Да, да, если жена ушла, вот ее крышу сорвало, надо подождать. Я знаю одну семью, мужчина пришел ко мне, и мы с ним полгода, он приходил ко мне, ему по детальному объяснял, что надо дальше делать. Он очень интересный человек, такой решительный. Он вернул жену. Она ушла от него, там, и все, он от ней правильно молился, относился правильно к ней. Она вернулась к нему. Потом он, когда ей рассказал, что произошло, она начала лекции слушать, ей очень понравилось. Что так бывает вообще. Она вообще не хотела возвращаться домой, назад. Он ее вернул. У них ребенок был, и он ее вернул, все. У них сейчас отличная семья. Как влияют вещи, которые лежат годами в квартире, на самочувствие, энергетику в квартире? Можно ли их носить, или лучше их отдавать кому-то, или просто выбросить? У меня у жены есть одна знакомая. У нее тяжелое заболевание. И она, у ней онкология. И видно, онкология как-то связана с этими вещами. Потому что, когда моя супруга приехала в гости к этой своей знакомой, она обнаружила, что у ней вся квартира завалена шмотками. Вся. И она выгребла, ну, вот первый раз она приехала и выгребла несколько сумок вещей, раздала нищим, та даже не заметила. Мне настолько много было в квартире вещей, что та даже не заметила. Но когда она пришла в квартиру, она сказала, что-то у меня так хорошо, легко стало. Ну, то есть она самые ненужные вещи убрала. Потом, когда она второй раз к ней приехала, она с ней серьезно поговорила, и они вместе собрали, та скрипела, у ней в сердце как бы болело, но она послушалась и собрала, много-много вещей они собрали. И они там раздали, их там что-то повыбрасывали. И она потом домой пришла и так хорошо стало. Ей легче, она даже начала выздоравливать в какой-то степени. То есть она почувствовала сильное облегчение. Вещи всегда, которые лежат в квартире, они связаны все с определенной энергией. Понимаете, человек, чем больше вещей копит, тем тяжелее энергетика в квартире становится. Вещи должны быть все очень полезными и востребованными. Если вещи просто лежат, они не нужны, их надо отдавать, жертвовать там или еще что-то. Если вещи ценные, они реликвия там, ну тогда пусть лежат. Есть вещи, как память о бабушках, дедушках. Но если это вещи, которые никто не носит, надо их отдать. Просто кому-то отдать срочно. Они не должны лежать. Сразу все вам возвратится назад, не волнуйтесь, без штанов не останетесь. Книги тоже. Есть книги, которые никто никогда не будет читать. Надо все отдавать. Зачем? Но если книги ценные, они как бы представляют ценность в будущем, надо оставить. Ну допустим, бывают такие книги, там, «Погоня горячей крови» какая-нибудь там. Но вы уже не читаете, вы же лекции мои слушаете, знаете, что это дрянь. Читать не надо. Возьмите, отдайте ее куда-нибудь или выбросьте, сожгите. Есть книги, которые вообще никому никто не должен читать. Их надо сжечь просто. Сделайте огонь такой погребальный. Мой парень практически все время проводит за компьютером. Как привлечь его к общению, к общему времяпровождению? Очень просто. Подходите к парню, обнимаете его, он играет в компьютерные игры, допустим, и говорите, «Ну что, Бэтмен побеждает или нет?» Там что-нибудь в этом роде. Ну, начните общаться с ним на ту тему, которую он там, и он говорит, «Да, побеждаем, мы побеждаем, все, классно у нас». Я говорю, она подходит, гладит его, «Ты молодец, как ты играешь, классно побеждаешь, все». И она как-то начнет его хвалить, он раз на нее начнет смотреть, компьютер закончил, потому что там, где больше любви, туда мужчина и тянет его, понимаете? Надо просто подойти, начать общаться потихонечку, нежненько, и постепенно можно его так опа и оторвать. Почему мужчина в компьютер играет? Потому что в семье не хватает правильных отношений. Когда отношения правильные, мужчина пытается отдохнуть с помощью компьютера, а в семье мужчина должен с помощью любви отдыхать. Женщины, понимаете? Жена любви не имеет, сама работает, сил нет любить, значит, мужчина будет компьютером любить. Кого-то любить же надо. У нас, к сожалению, время уже заканчивается. Вот тут у меня еще много вопросов. Знаете, что мы придумали? Мы придумали такую вещь. Сейчас мы обсудим с вами. Смотрите, я предлагаю следующий приезд у нас когда? В августе? В августе. Сделать следующее. Мы вечером сделаем тематические лекции, как всегда. А с утра мы тоже сделаем тематические лекции, но там будут ответы на вопросы. Допустим, мы делаем одну лекцию по семейным вопросам, ну, допустим, по семье, и все вопросы по семье отбираем. Если вам интересно, чтобы в одном ключе лекция шла, то мы опять ответы на вопросы, но в этом вот семейном ключе. А вторая лекция, допустим, по судьбе, ну, то есть, по каким-то личным вопросам. Ну, то есть, мы вот так обозначим, как-то назовем лекцию. Вас устраивает такой вариант? Интересно, вот с утра выходили, вам понравилось? Ответ на вопрос, жизненные такие лекции. А вечером тематические будут лекции. Нормально? Вам все нормально, я смотрю, на лекции не ходят. Но сегодня праздник, поэтому меньше людей. Ладно. Спасибо вам большое, вообще, я так рад вас видеть. Многие лица знакомые. Я думаю, сколько можно на мои лекции ходить вообще? Смотрю, люди ходят, удивительно. Спасибо вам, я очень благодарен. Хочется в Ригу приезжать. Я вообще, ну, у меня где-то порядка 20 городов, в которые я езжу, но есть несколько городов, в которые езжу по нескольку раз. Это Рига, Омск и Днепропетровск. Потому что настолько люди вот настолько теплые, настолько отзывчивые, что я не могу отказаться. Меня поэтому организаторы душат с Риги. мне приходится соглашаться. Остальные города только раз в год я езжу. Я вообще могу только 24 раза в году съездить куда-то. Раз в две недели я езжу, иначе здоровье не позволяет. Вот. И уже около 20 городов, поэтому в основном раз в год везде езжу, а к вам три раза вот. Поэтому ну, это от вас зависит, не от меня. То есть у вас очень теплая аудитория, хорошая такая, добрая. Всегда соглашаетесь со всем. Ну ладно, давайте всем счастья желать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем Я желаю всем счастья. 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 любви. Любви. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Мы, как организаторы этой программы, искренне всех вас благодарим за ваш интерес к физическим знаниям. И, конечно, мы выражаем свою сердечную признательность доктору Олегу Геннадьевичу Тарсунову, потому что именно он в данном случае является проводником этих знаний. Спасибо вам всех. Ждем вас на других программах.